...перспективы и Общественная палата Российской Федерации. Эта конференция должна была состояться еще в ноябре в более широком формате в самой Общественной палате, но вот вмешались известные ограничения. Тем не менее, очень приятно, что нам удалось собрать такой представительный круг экспертов, специалистов для того, чтобы обсудить эти проблемы. Позвольте представить участников, которые уже подключились к нам сейчас. Это Андрей Леонидович Андреев, известный наш ученый, социолог, доктор философских наук, главный научный сотрудник Центра комплексных социальных исследований Института социологии. Это Владимир Николаевич Круглов, старший научный сотрудник Института Российской Истории Академии Наук, научный редактор журнала «Российская история». Это Сергей Николаевич Дмитриев, главный редактор издательства «Веча». Это Николай Александрович Стародымов, военный писатель и историк. И в процессе нашей работы должны к нам еще подключиться Юрий Юрьевич Иерусалимский, доктор исторических наук, заведующий кафедрой отечественной средневековой и новой истории ИСТФАКа Ярославского госуниверситета. И Григорий Юрьевич Пернавский, главный редактор издательства «Пятый Рим», блогер и кинокритик. И у нас в программе еще очень интересные видео выступления, заранее записанные наших зарубежных участников, экспертов из Израиля, Соединенных Штатов, Польши и Сербии. Два слова, буквально почему мы обратились к этой теме. Ну, война сама по себе это феномен, в котором сочетаются одновременно смерть, жестокость, кровь и в то же самое время героизм, самопожертвование, какие-то высшие проявления человеческого духа. И совершенно не случайно поэтому масштаб отражения в памяти, в сознании, начиная с древнейших времен, что трансформировалось в сказаниях, в эпосе, а позднее в произведениях литературы, в живописи, с появлением кино, естественно, в кинофильмах. И вот этот феномен, он интересен сам по себе, для исследователя. Но есть еще одно обстоятельство. Вот если мы привыкли говорить и думать, что война это продолжение политики иными средствами, то теперь, перефразируя эту формулу Клаузевиц, можно с полным основанием сказать, что и память о войне становится средством, инструментом продолжения политики. Иными, новыми средствами, информационными технологиями, историческими исследованиями, публицистикой, произведениями литературы и искусства. И если уж говорить о Второй мировой войне, явление действительно всемирного масштаба, то и это отражение, и вот память о Второй мировой войне становится действительно глобальным инструментом ведения вот такого противоборства. Этот процесс может быть разновекторным, направленным на укрепление стабильности общества или, напротив, на его разрушение. Могут быть разные побудительные мотивы, но то, что он в последние десятилетия принял действительно глобальный характер, заставляет обратиться к исследованию этого процесса. Много очень интересных вопросов, часть из которых хотелось бы обсудить в ходе сегодняшней конференции, естественно, не претендую на то, чтобы охватить во всей полноте весь круг. И начать я предлагаю с выступления Натальи Алексеевны Нарочницкой, доктора исторических наук, президента Фонда исторической перспективы. Тема ее выступления – освещение Второй мировой войны и геополитика. Современная ситуация. Наталья Алексеевна, к сожалению, по объективным обстоятельствам не смогла принять участие в конференции в таком формате, но буквально несколько дней назад мы записали ее выступление, и я прошу его включить. Уважаемые участники конференции, я счастлива тому, что Общественная палата вместе с Фондом исторической перспективы проводит такое обсуждение, актуальность которого не нуждается в доказательствах. Очевидно всем, что история сегодня становится ареной борьбы и за геополитику, и за будущее, прежде всего, нашей страны. Европа, Запад, который был спасен только нашей великой победой и жертвенной борьбой против фашистской агрессии, мы положили на алтарь этой победы немыслимое количество жизней, разрушенность нашей страны до почти средневекового уровня. Европа и Запад занимаются сейчас исключительно не тем, чтобы исследовать и публиковать новые документы, расширять свое представление о собственной роли, о роли собственных обществ и нашего общества, а попытками переложить вину за развязывание гитлеровской агрессии на нашу страну и избавление себя от комплекса неполноценности за грехопадение фашизмом и за фактически капитуляцию перед ним без особого сопротивления. Именно наша страна, как бы встав в позе, что лучше в гробу, чем быть рабу, и совершила этот совершенно казавшийся невозможным подвиг. Но, тем не менее, борьба сегодня – это не просто борьба против такой фальсификации, не есть просто защита оскорбленной гордости великоросов. Это борьба за будущее нашей страны, за сохранение юридических основ оставшегося мирового порядка, потому что вопрос может стоять и о том, чтобы подвергнуть сомнению все важнейшие международно-правовые решения второй половины XX века после духа мая 1945 года. Уже сейчас в СМИ, слава богу, не всегда в устах официальных политиков, но и уже из их уст это слышится, утверждается, что война была между двумя тоталитарными монстрами, что ничем не лучше был тоталитарный Советский Союз, чем гитлеровская Германия, и что, самое главное, вина за развязывание лежит не на политике западных держав, которые подталкивали прямо и откровенно Гитлера на восток, когда Советский Союз оказался в геополитическом мешке и лишенным всякой инициативы и возможностей для какой-то коллективной формы защиты от гитлеровской агрессии, а вина лежит на пакте Молотова-Риббентропа, что сегодня тиражируется уже совершенно беззастенчиво практически в СМИ западноевропейских стран. Кажется, очень важно сегодня понять, почему так падка совершенно сегодня именно общественное массовое сознание на вот такие мифы и совершенно исторически абсурдные, ни на чем не основанные утверждения. В свою бытность членом комиссии по борьбе с фальсификацией истории, я помню, мы провели серьезное очень заседание с представлением докладов компетентных людей о том, в каких носителях информации сегодня общество в основном получает исторические сведения. Проанализированы были пропорции между учебниками, научными книгами, научно-популярными книгами, электронными СМИ, газетами. То есть, какова динамика изменения пропорций между так называемыми информационными продуктами, которые сегодня тиражируются массово через телевидение, интернет, всякие ютюбы, и классическими источниками, вроде учебников, научных книг и так далее. И выяснилось, что пропорция смещается, что уже, по крайней мере, половину сведений об истории люди, которые перестали читать, плохо учатся, получают уже из телевизионных и всякого рода фильмов, из интернет-сообщений, блогов. И это тоже для нас серьезная проблема. Наша задача – проанализировать сегодняшнее состояние и выработать какую-то адекватную, умную, тонкую политику, методу, чтобы этому противостоять или чем-то этому противопоставлять своими документами. В нашей конференции мы рады тому, что участвуют помимо присутствующих здесь еще и ученые, специалисты в этой области из разных стран – Израиля, Америки, Франции. Они проследят, как кинематограф отвлекается на вот эту проблематику, как учебники пишутся и как они изменились. А по нашим сведениям, и мне приходилось этим заниматься, в учебниках сейчас уже на Западе тиражируется именно такой необъективный взгляд, что в войне виноват именно Советский Союз и гитлеровская Германия. Ну, не мудрено, если так пойдет, то через какое-то поколение, а может быть и раньше, молодежь будет думать, что война была между демократиями США, Британией и двумя тоталитарными монстрами. В Америке, по-моему, при опросах уже такие ответы мы получаем. Речь идет о геополитике. Мы понимаем, что на России сейчас оказывается невиданное, немыслимое, даже в годы Советского Союза и даже в годы Холодной войны, геополитическое давление. Утверждается, что та территория, которую мы защищали, теряя свои жизни, была собрана несправедливым путем, и что чуть ли не нам не принадлежит ни пяди той территории, которая обильно полита нашей кровью. И мы знаем, что уже часть исторического государства российского втянута в НАТО, это прежде всего Прибалтика. Совершенно очевидно мне, как историку, который как раз прослеживал и сравнивал отношения Запада к России в ее разных исторических формах в моменты ее слабости, внутреннего хаоса или внешнего нападения, что мечта преодолеть и вернуть назад обретение Петра Великого у Запада, у старушки Европы никогда не исчезала. То же самое мы видим, как восточный вопрос не остался в XIX веке. Мы видим, что сейчас делает Турция, которая вознамерилась стать лидером и подчинить себе в качестве главного лидера и субъекта влияния Кавказа, Кавказия. То есть опять силовые стрелы направлены на Россию по тем же направлениям, по каким они в течение многих веков были направлены. Это отбросить Россию подальше от морей, ибо выходы к этим морям сделали Россию в свое время великой державой, без которой ни одна пушка в Европе не стреляла. И говоря уже о том, что Европа, вот так меняя свою интерпретацию самого смысла Второй мировой войны, она придает свое собственное прошлое. Сейчас утверждается, что война была не за то, чтобы француз остался французом, поляк – поляком, эстонец – эстонцем, русский – русским, а не связопасом и горничной для Третьего рейха, без языка, культуры, перестав быть субъектом собственной и мировой истории, перестав быть субъектом мировой культуры. То есть исчезнуть как субъект мировой культуры. А война шла за американскую демократию. А раз в Советском Союзе не было демократии, то вот это и поэтому можно утверждать совершенно иную интерпретацию Второй мировой войны. Более того, сегодняшние поколения молодежи, почему падки на такие тезисы? Акцент уже не делается на тех чудовищных жертвах, на том, что творили нацистские преступники на захваченных территориях с мирным населением, и особенно с теми, кто сопротивлялся оккупантам. Это как-то исчезло из сознания совершенно. А вот тезис о демократии, так сказать, глубоко проник и вдолблен в догматическом виде в сознание молодежи. И поэтому вот этот акцент у них в сознании объективно сместился, и они, молодые люди, падки на такие утверждения. Тем более, что сейчас люди мало читают, очень. Они разучились самостоятельно мыслить, это отмечают все социологи. Они следуют таким своим кумирам в своих почти замкнутых интернет-сообществах, обмениваются этими блогами и взглядами. И историческая правда заменяется неким нарративом, который по определению является не объективным изложением исторических фактов и последовательности их, а именно субъективным восприятием их, с добавлением туда, внедрением собственных субъективных суждений. И вот борьба с этими нарративами, которые, к сожалению, проникают уже и в учебники, и в научные исследования, она и должна составлять, мне кажется, задачу честного академического сообщества, честного интернет-сообщества и всех тех, кто занимается по долгу службы и призвания своего так называемыми информационными продуктами. Поэтому, мне кажется, наша конференция должна обязательно привести к обсуждению этих проблем, сведению потом воединого той информации и того анализа, который каждый из закладчиков внесет. И я думаю, что это поможет, как такой материал, для тех, кто борется на самых разных уровнях, не обязательно с громкими лозунгами на устах, но против таких фальсификаций. Поэтому я должна сказать, что академическое сообщество на Западе действительно академическое, подлинное, оно гораздо честнее, чем СМИ, и для меня всегда был неясен вопрос, как их ученики и студенты, которым мои знакомые профессора излагают вполне достаточно, во всяком случае, объективную картину, хотя в нюансах мы можем расходиться, но становясь потом администраторами, членами какого-то правящего класса и журналистами вдруг полностью начинают выполнять некий социальный заказ, от которого мы так в свое время уставали в обществе, в котором, как нам казалось, не было должной свободы мнений, и мы с завистью смотрели на Запад. Вот, к сожалению, сегодняшняя ситуация на Западе превосходит даже по своей фальше, вот то, что мое поколение помнит в Советском Союзе. У нас вранья откровенного все-таки не было, было много умалчиваний. Ну вот, я хотела бы приветствовать всех, пожелать успеха этой конференции, и думаю, что она обязательно будет иметь немалое значение. Комит開始, я господ chapter 22, я хочу ответить на вопрос о addressing GMT в próxima школу, и в Write-Inсâmatosе средств в Новосírминском с Jimioхозе. Я devo отвечать на этоCr許 ситуация, конечно,attle야, Встреча с Национальной Университет, которая начинается в 2-м году, и в 2-м году, в 2-м году, достигнута в Терминах. Поэтому я вам покажу, что будет учиться в Терминах, в 2-м году, в 2-м году, в 3-м году, в 2-м году, в 2-м году. В 3-м году, в 3-м году, в три-м ou в 17-м, в 3-м году, в 3-м году. totalитaires. И мы можем подавать наши характеристики этих регионов. Фашизм итальян, nationalизм, national-socialism allemand и регионов советских. В 1937-1938, la grande террор в УРСС. И, наконец, в 1936-1938, les interventions étrangères в наиболее civilно-еспагноль геополитик детокалитаризм. Вы понимаете, что в скинстве 2, все полностью разру Canadиме во многих полицейских переградов. Времена на этой причине в рентгене в 3-1038-1939, в рентгене менять в Secondе Герри Модиале. Но она не dáта в концернете в тюрнешнике и в умертете, в тюрнешнике. Очень brevemente, на фронт-де-лест и на герри д'анэнтисмент, с точки зрения демонстрируют у конфлик-модиал, у них протагонизма, у них фаза и у них театр-профессия. То-как, что мы собрали всю II. Герри Модиал, и в том числе, особенно, с Европой, и с интервентацией. Второй темы, который является финансовой войны, и начать с новым Ордом. У нас есть несколько объектов. Первый объектов, которые будут вступать на две новые super-пустиции, Украина и УРСС. Возвращение материал и умный сфера, я анализировал основные базы НОВ, и, особенно, у меня есть письма с 25 февраля 1948, представленный Коу-де-Праг. 2. 3. 5. 8. 11. 11. 12. 12. 12. 12. Alors, il y a un autre point intéressant, le thème 3, l'Union européenne dans la mondialisation des dynamiques complexes. Et là, dans ce thème-là, pratiquement, la Russie est absente, si ce n'est pour montrer simplement, comme par point de passage, sur les difficultés d'équilibrer les différentes régions du pays. Alors, enfin, dans la rubrique géographique, dynamique territoriale, coopération et conflits de la mondialisation, là encore, l'analyse portera essentiellement sur la Russie, mais un pays dans la mondialisation, étude de cas possibles, inégale intégration des territoires, tensions et coopération internationale. Mais c'est simplement une étude de cas possibles. Ce n'est pas une étude obligatoire. Alors, ceci dit, je voudrais maintenant voir avec vous quels sont les points importants. Les points importants de ce système doivent être révélés. La réforme de l'enseignement de l'histoire, qui est proposée en France, a abandonné l'acquisition de connaissances. Il est important de souligner que désormais, l'enseignant n'a plus à apporter à ses élèves des connaissances, mais au contraire, il doit s'attacher à former le citoyen. C'est-à-dire qu'on part sur une instrumentalisation de l'histoire pour créer une lecture sociologique, voire idéologique, du citoyen, mais d'un citoyen qui soit conforme à l'optique générale de la communauté européenne. D'autre part, et plus grave encore, la Russie, la façon dont la Russie est traitée. Elle est systématiquement associée, comme je vous l'ai indiqué à partir des thèmes que je vous ai présentés, comme un épisode historique négatif. Elle est associée systématiquement à ce qui donne pour les élèves une lecture négative de ce pays. Ainsi, la Russie soviétique, l'URSS, est assimilée au fascisme et au national-socialisme, ou à la crise de Cuba en 1962. Et donc, par conséquent, il en résulte deux conséquences, l'Union soviétique, le fascisme ou le fascisme, tout cela constitue un seul ensemble, bonnet blanc ou blanc-bonnet. Et donc, c'est extrêmement dangereux. Même la place de la Russie dans la mondialisation insiste sur les inégalités territoriales, sur les tensions. De façon à suggérer l'idée, et c'est pour ça que la crise de Cuba est étudiée, est toujours une menace permanente pour l'Europe, ce qui doit lui permettre de justifier les sanctions que cette dernière prend constamment à l'égard de la Russie. Enfin, comme le montrera les tableaux qui sont joints, la plupart du temps, la Russie est placée dans ce que les programmes appellent les points de passage, ou laissés à l'appréciation de l'enseignant. Le résultat, c'est que nos élèves n'ont plus qu'une vision très fragmentée de l'histoire de la Russie. Ils sont confrontés à des documents et à des textes qui renforcent tous les aspects négatifs que je vous ai présentés. Et ils ne peuvent avoir qu'une vision de la Russie qui est conforme à celle qui aujourd'hui est celle de l'Union européenne. Nous avons aujourd'hui en France un enseignement d'histoire qui est purement idéologique. Les jeunes doivent en effet être de bons citoyens français et surtout européens. Alors, justifiant par contre-coup toutes les sanctions prises par les États-Unis et l'Union européenne, les élèves n'ayant pas reçu un enseignement solide de la trame historique de la Russie n'ont évidemment pas les moyens de remettre en cause la vision orientée qu'il leur est donnée. Ainsi aujourd'hui, les jeunes Français estiment-ils à 80% que les États-Unis ont remporté la Seconde Guerre mondiale. Voilà la marche dans laquelle s'insère désormais l'enseignement de l'histoire. En France, l'enseignement de l'histoire est une discipline menacée par les programmes qui sont conçus essentiellement par des sociologues sur des bases idéologiques à installer. A пока я хотел бы попросить Андрея Леонидовича Андреева выступить. Когда мы задумывали тему и определяли, планировали эту конференцию, то, наверное, первая тема, которая пришла в голову, которую хотелось бы осветить, это то, как память о войне отражается, трансформируется в сознании, в умах людей разных поколений, различных социальных групп. Поэтому я попрошу выступить Андрея Леонидовича и тема его выступления, как это записано в программе, «Отражение Второй мировой войны в сознании и памяти разных поколений» по материалам социологических исследований. Добрый день, коллеги. Я надеюсь, что меня слышно. Слышно. Есть часто употребляемая знаковая фраза, которая очень емко характеризует мироощущение русской культуры Золотого века. Все ее знают, наверное. Все мы вышли из шинели Гоголя. Так вот, перефразируя ее, сегодня мы уже не раз перефразировали классические фразы, думаю, и мне можно. Перефразируя ее, можно, наверное, сказать, что все мы вышли из Великой Отечественной войны. Это центральное символическое событие, которое обладает огромным энергетическим потенциалом, поскольку оно сплачивает россиян как историческую общность. И в то же время она мотивирует нас на то, чтобы искать и отстаивать свое место в истории. Я пытаюсь объяснить, как мы смогли выстоять и возродиться в 90-е годы. В ряде работ касался этой темы. И вот несмотря на полный развал всего, несмотря на целенаправленную и разрушительную работу антисоветской, антироссийской пропаганды, вот все-таки такие, несмотря на, прямо скажем, такую подрывную работу наших собственных СМИ 90-х годов, тем не менее, страна смогла выйти из этого кризисного состояния. Вот в чем причина? Казалось бы, все работает против. Но я не вижу другого источника этой энергетики, энергетики сопротивления, кроме исторической памяти о Великой Отечественной войне. Конечно, все события, когда они уходят в прошлое, они, их покрывает какой-то такой флёр. И Великая Отечественная война, как историческое событие, по-разному переживается разными поколениями. Сейчас уже, по сути дела, четвёртое поколение входит в жизнь, считая поколение непосредственных участников войны. И тем не менее, это событие сохраняет значение центрального смыслового звена нашей идентичности. Я приведу в этой связи только результаты самых недавних социологических исследований, вот буквально проводившихся в последние месяцы, начиная от преддверия собственной юбилея Великой Победы и кончая осенью этого года. Сейчас попробую продемонстрировать некоторые. Смотрите, здесь у меня две диаграммы, которые показывают предметы национальной гордости нашего народа. Вот смотрите, на первом месте, причём это результаты опросов многих лет, на первом месте неизменно идёт победа в Великой Отечественной войне. Больше двух третий выбирают именно это событие как приоритетное. Ну, с ним связано и второе восстановление страны после войны. Вы видите здесь наиболее такие значимые события, в общем-то, гордятся и полётом Гагарина, и вот в последнее время воссоединением Крыма. Это, кстати говоря, единственное событие в постсоветской истории, которое вошло, так сказать, в номенклатуру предметов национальной гордости. Но всё-таки победа в Великой Отечественной войне стоит на первом месте, и всегда она для всех поколений значима. Конечно, больше для людей старшего и среднего поколения, у молодёжи там несколько меньше, но цифры эти уменьшаются, в общем, буквально на несколько процентных пунктов. По весеннему... И я сразу же вам, так сказать, покажу, вот это тоже очень важный момент. Почему сохраняется память, и почему она такая эмоциональная? Ну, в значительной степени, потому что она переплетается с личной, так сказать, историей. История страны буквально переплетается с личной историей. Вот видите, 44% опрошенных нами респондентов, а это был всероссийский такой репрезентативный опрос, у фактически, ну, без малого половины члены семьи участвовали в Великой Отечественной войне, и при этом обстоятельства этого участия известны. То есть это передаётся как-то в семье через рассказы, через архивы семейные, через фотографии. Ещё 38% члены семьи участвовали, но не знают обстоятельства, обстоятельства участия неизвестны. Значит, легко сложить эти цифры, это получается там 82% фактически. Вот, то есть фактически, ну, подавляющее большинство россиян, они были затронуты Великой Отечественной войной, ну, не просто как к каким-то абстрактным событиям, они затронуты в личном плане. И, как видите, вот только 14% либо ничего не знают, либо никто не принимал участие в Великой Отечественной войне. Не случайно все попытки выбить войну как символическое событие из нашего сознания не удаются. Согласно весеннему опросу в ЦИОМ, 95% россиян считают, что... Я её убираю сейчас, эту штуку. Значит, 95% россиян считают, что Великая Отечественная война это главное событие в нашей истории 20 века. И показательно, что оно заслонило собой уже и революцию, например. Вот это было сакральное событие когда-то в советское время, революция 1917 года. Но нет, революция уже, так сказать, она далеко не так оценивается, как Великая Отечественная война. Почти 70% считают, что это вообще главное событие нашей истории. То есть не просто в 20 веке, а вообще главное событие нашей истории на протяжении почти 12 столетий. Ну и это непростые декларации, да? Потому что, например, вот это проявляется в социальном поведении. Ну, например, 76% наших сограждан планировали посмотреть Парад Победы. Но не у всех получилось. Реально смотрели 61%, но это тоже достаточно много. Вы знаете все хорошо о том, что нас призывают, как, так сказать, некоторые источники информационные, так скажем, и за рубежом, и есть и у нас в стране такие, которые нас все время упрекают за эти парады, рассматривают их, как проповедь милитаризма. Но вот безразличие к параду, по их собственным словам, по самооценкам, продемонстрировали, продемонстрировал всего примерно один человек из восьми, то есть 12%. И надо сказать, что пропаганду, так сказать, военной, демонстрации военной мощи в параде увидели, между прочим, тоже примерно столько же, 13%. А в большинстве же случаев наши сограждане с вами, да, они видят здесь не столько демонстрацию мощи, сколько рассматривают парад, как некую, так сказать, такую акцию, ну, если говорить, такую, такую, так сказать, живую демонстрацию, живое сохранение памяти. Несомненно, память, значит, о войне, как я уже говорил, устойчива, именно потому, что она связана с историей семьи, с близкими людьми. И в этом отношении она у нас устроена совершенно иначе, чем, ну, скажем, у зарубежных респондентов. Я как-то посмотрел, есть такая программа, она такая алармистская программа в Соединенных Штатах, потому что на самом деле равнодушие к истории, забвение истории, попытки переписать историю, это ведь не только наше явление, это явление и в других странах тоже проявляется. И, в общем, оно отражается на исторической памяти. Ну, наши люди в общем о войне знают. Ну, хотя бы такой простой вопрос, с кем воевал Советский Союз во Второй мировой войне, против кого, да? Значит, у нас, я, правда, удивился, мне это показалось мало, 77% в общем, назвали правильно наших противников. Я считаю, что это недостаточно даже. Вот. Но если сравнить эти цифры с теми цифрами, которые приводят участники вот этой вот американской программы, которые тоже озабочены сохранением исторической памяти, ну, у них такой, 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 таких общих цифр нет, как у нас. Они опрос проводили по штатам, отдельно по всем пятидесяти штатам. И выяснилось, что нет таких штатов, где больше, чем 60% знали бы, против кого американцы воевали во Второй мировой войне. И то этих штатов нашлось всего четыре. А, например, в Луизиане 43 только процента, то есть меньше половины правильно сказали, против кого воевали американцы. Ну, аберрации такой исторической памяти, исторического сознания, они очень четко видны и на других аспектах. Вот я вам сейчас еще одну диаграммку попробую продемонстрировать. Вот она. Наверное, должна включиться. Вот, вот смотрите, это диаграмма, которая, вы, наверное, сразу сообразите, что это не наша диаграмма, это диаграмма как раз вот американских коллег. Здесь, значит, показано, вклад в победу. Вот, кто внес вклад в результат Второй мировой войны? Вот, посмотрите, значит, если вы внизу вот обозначены там Германия, Италия, Япония, это наши, в общем, противники. Вот интересно, как бывшие противники оценивают вклад. а внизу, так сказать, как говоря, математически, по оси абсцисс отложены страны, ну, которые участвовали во Второй мировой войне на стороне союзников наших, да, это и Советский Союз, Соединенные Королевства, Соединенные Штаты, Франция, Китай. Вот, вот кто из них внес наибольший вклад? Ну, вы видите, что везде вылезают последние столбики, это американцы. Конечно, в 50-е, в 60-е годы никому бы не пришло в голову назвать американцев, да, но поколение уходит, очевидцев остается мало, пропаганда работает, значит, американцы, ну, единственное, в общем, вклад Советского Союза, как видите, не очень высоко оценивается, это вот третий, третий два столбика, там два исследования проводилось, поэтому есть такой светло-серо-голубой и более темный тона, они примерно одинаковые, там различия маленькие, но вы видите, что это не самый высокий столбик, он сильно уступает американскому за одним только исключением, это исключение Германии, вот это самая верхняя диаграмма, в общем, там американцев все равно больше процентов, но больше ненамного, то есть немцы, в общем, чувствуют, немцы понимают в большей гораздо степени, потому что они это на себе испытали, значит, что такое противостояние Советскому Союзу, что такое противостояние Красной Армии. Ну, это, конечно, проблема, проблема для стратегии мягкой силы России, я бы не сказал, что мы эту проблему сейчас решаем успешно, нам приходится отбиваться, и против нас работает не только мощь глобальных СМИ, очень мощных, обладающих финансовыми ресурсами и информационными ресурсами, но против нас работает и естественная смена поколений, потому что я говорю, что так рассуждать и так оценивать вклад в войну, конечно, где-нибудь в 60-е годы просто было бы абсурдно, сочли бы в любой стране, и в Соединенных Штатах, и в Великобритании, и там, и везде, сочли бы чем-то таким, ну, абсолютно несоответствующим действительности, но постепенно приходит новое поколение, которое знает войну в основном по голливудским фильмам, по учебникам там, где о Советском Союзе совсем мало написано, и так далее, но есть еще один момент, на который я бы хотел обратить внимание, и на этом закончить, значит, он важен и для нас, между прочим, тоже, потому что, опять-таки, идет смена поколений, вот хотим мы или не хотим, но вот возьмите войну 12-го года, на протяжении всего 19-го века это было такое сакральное событие, постоянно о нем вспоминали, отпраздновали столетие в 1912-м году, ну и и все, и оно, так сказать, как-то ушло на задний план, не то, чтобы его не вспоминают, но уже, конечно, это не такая живая память, это уже некий реликт такой исторический, можно фильм посмотреть, там, это самое, гусарская баллада, еще там какой-то, ну, в общем, нет такого живого, конечно, переживания, это, в общем, естественно, это, в общем, естественно, но мы должны здесь обратить внимание вот еще на что, это ведь не просто победный гимн, да, когда мы говорим о нашей победе, там, и так далее, вот, это не просто прославление военной силы, подвига наших воинов и тружеников тыла, я хотел обратить внимание на один момент, который, вообще, нельзя сказать, что он нашей исторической наукой не затрагивается, но он как-то на периферии находится, дело в том, что Великая Отечественная война, она сыграла очень важную роль в становлении и в консолидации гражданского общества, потому что те люди, которые, так сказать, возвращались с войны, это были уже совершенно другие люди, и реставрация того режима, который существовал в 30-е годы, тех форм политической борьбы, она, в общем-то, была невозможной. Нельзя сказать, что это в какой-то степени не повторялось, мы знаем о процессах против наших военных в 40-е годы, процесс адмиралов там был известный, но, между прочим, он тоже очень характерен. процесс-то был, но не все адмиралы реально, ну, в общем, на самом деле, ну, вот, например, Николай Герасимович Кузнецов, да, там, в общем, и осудили его, но как-то и в строй очень быстро вернули. Вот, так что есть любопытные очень исследования на этот счет, и очевидцы тоже вспоминают, например, партийные собрания после военного периода, они характеризовались совершенно разгромной критикой очень многих высокопоставленных партийных руководителей, сохранились там документы, соответственно, стенограммы, люди переставали бояться, несмотря на то, что маховик репрессии, он, так сказать, был, он, в общем-то, выборочно действовал, но постепенно это уже преодолевалось, и я думаю, вот то, те события, которые произошли уже позже, в середине 50-х годов, когда резко изменились, ну, я так, эвфемизм употреблю, механизмы политического, внутриполитического регулирования, вот, я думаю, что это, в общем, на самом деле отголосок войны, это, в общем-то, то неизбежное, что несла в себе победа, мы об этом иногда говорим как-то мало, но мне кажется, эта тема очень благодатная, и вот если на этом сконцентрировать еще внимание, мне кажется, тема мягкой сил, тема победы, в структуре, в потенциале мягкой силы России, она по-другому заиграет и для нашего младшего поколения, и для, может быть, и для зарубежных тоже, для зарубежья, так скажем. спасибо. Я на этом хотел бы закончить. Спасибо огромное, Андрей Леонидович, за очень интересное выступление и потрясающие цифры применительно к новым поколениям, которые как бы сами за себя говорят о том, как трансформируется память о войне под воздействием разного рода технологий, в том числе информационных. коллеги есть у кого-то вопросы к Андрею Леонидовичу? Реплики какие-то? Нет, хорошо, тогда я бы сейчас хотел попросить выступить Сергея Николаевича Дмитриева, главного редактора издательства ВЕЧ, издательство, с которым мы очень давно хорошо и плодотворно сотрудничаем, в том числе и по вопросам освещения памяти о войне. Хотел бы только сказать, что это издательство делает очень много для сохранения памяти о войне, продвижения, и если судить по тиражам и количеству изданных книг по этой тематике, то можно с уверенностью утверждать, что это издательство номер один в Российской Федерации. Спасибо за это, Сергей Николаевич, и вам слово, тема выступления российской книгоиздания по теме Великой Отечественной войне о проекте книги памяти и славы. Прошу. Спасибо огромное за лестные слова об издательстве. Действительно, мы с самого начала своей деятельности, а нам в следующем году уже будет 30 лет, мы выпустили 2000 примерно названий книг о Великой Отечественной войне. То есть, конечно, цифра, мы сами поражаемся к юбилею Победы, который был 75 лет Победы, мы издали около 150 книг, что интересно, примерно половина из них это исторические книги, исследования и половина проза. Но я хотел бы сегодня говорить не о Вече, как бы только, а о в целом издательском рынке России. Значит, вот я показываю, друзья, такой небольшой каталог, который мы выпустили в этом году, называется он «Книги памяти и славы». Что это была за работа? Мы при содействии Книжного Союза провели такой анализ всего книжного рынка и выяснилось, что в 19 и в первой половине 20 года по Великой Отечественной войне в России было издано около 600 названий. Казалось бы, это хорошая цифра, 600 книг, но когда мы стали считать, сколько были тиражей этих книг, какую долю они занимают на книжном рынке, выяснилось, что примерно средний тираж книг составляет около 800 экземпляров, и у нас получилось, что не больше 400 тысяч книг было издано в Великой Отечественной войне. И это, представьте себе, всего лишь 1% книжного рынка. То есть, казалось бы, такая важная тема, Великая Отечественная война, но она занимает всего лишь 1% рынка. Дальше что выяснилось? Оказалось, что информации о всех книгах о Великой Отечественной войне, изданных в России, очень трудно собрать. Здесь выявилось то несовершенство информации о книжном рынке, которая присутствует у нас сегодня. Для того, чтобы собрать все эти данные, нам пришлось обращаться не только в книжную палату, в Ленинскую библиотеку, в книжные магазины, к издателям. То есть вот даже составление такого каталога заняло огромную работу. И выяснилась другая беда. Оказалось, что половина этих книг вообще отсутствует на рынке, на книжном. В книжных магазинах, могу вам сказать для примера, самый большой был подбор в Библиоглобусе на тот момент, вот майские дни, мы насчитали всего 370 книг в наличии. То есть еще беда другая, что книги выпускаются, но на книжном рынке они не присутствуют. Они присутствуют может быть в библиотеках, они может быть присутствуют в каких-то там вузовских сферах, но получается, что беда какая рынка, что книги выходят, а они доходят до читателя. Вот. И что очень важно на мой взгляд показал этот анализ, что все-таки за последнее время мы почти лишились, знаете, какого среза рынка? У нас почти отсутствуют по Великой Отечественной войне книги обобщающие, энциклопедические, такие, знаете, научно-исследовательские по-настоящему, я бы так сказал. Смотрите, помните, в советское время выходила история Великой Отечественной войны, история Второй мировой войны, для нас витомники какие-то выходили. Сейчас, к сожалению, в этом каталоге нет ни одной книги вот такого многотомного исследовательского характера. Наверное, здесь беда в том, что наши ведущие институт русской истории, российской истории, Министерство обороны, институт военной истории, мне кажется, они немножко свою деятельность уменьшили, и это видно в отсутствии таких энциклопедических изданий. Но самое полезное и приятное, что мы выявили огромный срез исследовательских книг о Великой Отечественной войне. Я просто назову несколько имен, я не буду перечислять книги, но это книги Натальи Алексеевны Розничницкой, это книга Звягинцева о Нелюберском процессе, это книги Исаева, историка известного, это книги Замулина о Курской битве, это книги Рунова, Дайнесса о полководцах, это книга Быстровой о Ленд-Лизе, это книга биографии Жизел, очень много сделал Сергей Михеенко, это книги неожиданные были в этом году, изданные о культурном фронте, о Великой Отечественной войне, о культуре, книга Быстровой, как я уже говорил, о Ленд-Лизе, эта книга вышла очень интересная о повседневной жизни Великой Отечественной войны, то есть я все это называю почему, потому что мы можем сказать, что где-то около пятидесяти очень ярких исследований было выпущено в этот период, хочу упомянуть книгу Никонова, кто начал Вторую мировую войну, Вячеслава, вот недавно она вышла, тоже интересная, то есть здесь мне кажется все более-менее интересно и развивается хорошо, но вот раздел мемуары и документы тоже нам показал, знаете, какую не очень приятную тенденцию, очень много мемуаров классических, Жуков, Рокоссовский, Василевский, мы в Вечь это все переиздали уже сколько раз, но очень мало новых мемуарных каких-то изданий, очень мало, по документам тоже я бы сказал не очень хорошая ситуация, вот, кстати мы с фондом исторической перспективы выпустили целую серию книг, память победы она называется, в том числе там документы представлены, но в целом количество документальных книг, изданных в России исчисляется там буквально десятью книгами, вот нам удалось в Вече издать вместе с СВР книгу уникальную Милхинский сговор преддверия войны, мы опубликовали там около двухсот новых документов, причем в всемильном виде, впервые кстати издали, выпущены были нами тоже книжки об агрессии, о Прибалтике, о польской политике, вот, но документов все-таки издается на мой взгляд не очень много, вы знаете, что сейчас очень активно поднимается тема геноцида значит против советского народа, впервые был суд, вы знаете, по жестяной горке в Новгородской области, я кстати был там неделю назад, могу сказать, что эта работа сейчас активно развивается, и у меня как раз предложение вот и к фонду исторической перспективы подготовить книгу о геноциде, документальную, у нас была книга Петровой, составителя из ГАСПИ, называлась она преступление фашизма, вот, поэтому я считаю, что вот сейчас надо продолжать эту документальную такую работу, и вот одна из тем, которые нам надо совместно предложение сделать. Еще одна тема интересная, это атомный проект, значит, Сергей Евгеньевич Нарышкин, вот недавно тоже были рассекречены документы по атомному проекту, сегодня в Комсомольской правде, его кстати интересная статья на эту тему, именно про атомный проект, вот, и мы хотим тоже сделать такую книгу о документах разведки и атомный проект. Кстати, Министерство обороны раскрыло сейчас свои секретные какие-то дела по преступлениям фашизма, ну и как раз у нас поле для работы есть. Дальше хотел сказать о просьбе, смотрите, тут тоже интересная такая тенденция, мы проанализировали, что же выпускается в прозе про Великую Отечественную войну, и конечно обнаружили, что это те же самые имена, которые мы с детства с вами знаем, это Шолохов, Бондарев, Борис Васильев, Гранин, Астафьев, Бек, Богомолов, Кожевников и Симонов и так далее, то есть 90% прозы о войне это книги классические, так скажем, Юлиан Семенов, но есть и плюсы, все-таки появляются все-таки появляются новые произведения, я тоже здесь похвалюсь, что наша серия военные приключения, наша серия в сводках не сообщалась, и наша проза Великой Победы, мы там стараемся издавать текущую современную литературу о Великой Отечественной войне, но могу сказать, что все-таки эта тема востребована, есть читатель на новые произведения, здесь Союз Писателей нам помогает, ну и надеемся, что все-таки не остановится вот этот ручеек военной прозы, которая развивается. Последний блок, который мы показали в этом каталоге, это детская юношеская литература, здесь та же самая тенденция, друзья, мы видим здесь произведения Льва Кассиля, Сергея Алексеева, значит, Бориса Васильева, то есть опять тех самых классических, Катаева, вот, очень мало книг, к сожалению, для детей современных, новых, вот, это, мне кажется, недостаток, и буквально два-три издательства, к сожалению, занимаются детской литературой, это детская литература сама, я вот хотел отметить, и вот Пятый Рим несколько книг сделал хороших, значит, издательств, и все, но мы совсем мало делаем детских книг, тоже, мне кажется, недостаток, ведь для детей очень тяжело, вы знаете, писать, книги для них сложнее подготовить, иллюстрировать и так далее, но надо этим заниматься, понимаете, мы не должны упускать современные поколения, которые интересуются вот темой Великой Отечественной войны, Ну и, знаете, еще один такой очень важный наблюдение, очень интересный, книга вообще теряет, к сожалению, к себе внимание, интерес, вы знаете, что происходит, могу вам сказать, цифры, которые всех поразят, в этом году из-за коронавируса примерно 30% книжного рынка рухнула, то есть, если в прошлом году в России вышло 400 миллионов книжек, то в этом году, дай бог, 300 миллионов будет издано, то есть всего лишь две книги на каждого жителя нашей страны, то есть происходит такая незаметная катастрофа, я бы ее так назвал на книжном рынке, если мы возьмем 2008 год, когда вышло 800 миллионов книг, 800, а в этом году выйдет 300, то есть, представьте себе, какое падение, ни одна отрасль промышленности в стране не падает в три раза, но ни одна, мы говорим о падении там 5%, 10%, а тут падение уже 50-60%, меня знаете, что поражает, почему никто не бьет в колокола, что книга как источник знаний у нас падение в два-три раза, вы знаете, сейчас произошло очень важное изменение, мне сейчас на печати и средства массовой информации было ликвидировано, но самое удивительное, что все функции были переданы в Минцифру, то есть, издатели раньше относились к Минпечати, теперь мы вообще относимся к Минцифры, вот, все попытки наши, в том числе, чтобы нас передали в Министерство культуры, наконец-то, как театры, музеи, там, значит, к сожалению, ничего не привели, и вот сейчас мы опять остались не у дел, знаете, это плохо, что нам, издателям, мало кто помогает в этой ситуации, и боюсь, что Минцифра нас тоже жаловать не особо будет, вот, сейчас происходит переориентация на интернет, вы знаете, там есть и положительные вещи, вы знаете, появляется очень много площадок исторических в интернете, в Ютюбе, вот, я знаю, что фонд исторической перспективы активно работает в этом направлении, День ТВ есть, есть Царьград, но все-таки, друзья, вот этот вот переход от книг в сферу интернета, он несет и некие отрицательные стороны, там появляется много каких-то попсовых вещей, много каких-то глупостей, нам надо как-то вот историкам и кто имеет отношение как-то беречь эту все-таки сферу, и там надо активно участвовать, мне совет всем, чтобы надо как-то активнее развивать вот эти сферы деятельности, но не забывать о книгах, поэтому призыв, что нам нужны новые издания книжные, интересные, работать с документами, с темами, темами яркими, и я надеюсь, что мы эту работу будем продолжать. Спасибо. Да, спасибо, Сергей Николаевич, будем надеяться, что призывы чрезвычайно актуальны и важны с помощью этой конференции, в том числе материалы, которые будут размещены на многочисленных сайтах, будут услышаны, и в дополнение к вашему выступлению хотел бы только сказать, что касается документов, то практически все издания, которые мы издаем в издательстве «Веча», посвященные Второй мировой войне, содержат документальные разделы, в том числе, когда это удается, и документы новые, не опубликованные, из архивов. А что касается художественной литературы, то вот такая рекомендация, я недавно в одном из книжных магазинов, наших центральных, попытался найти замечательную книгу Константина Воробьева «Убита под Москвой» и обнаружил, что ее нету. Вот, может быть, стоило бы ее переиздать. Спасибо огромное. Вот, а сейчас мы попробуем показать первое записанное выступление. Это выступление Хана Ковальской Стус, профессора, заведующей кафедрой византийско-православной культуры Ягелонского университета в Кракове. Тема выступления «Вторая мировая война в оценке официальной исторической политики Польши и ее критиков». Пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. прощения, что за эти технические накладки. Да, я не хотела включаться в ваш режим, но я думаю, что все-таки лучше пересказать все непосредственно. Да, но извините, коллеги, я не хочу задерживать, я не специалист по Второй мировой войне, это только мои рефлексии на тему дискуссии, которая прошла в Польше в связи с годовщиной осенью этого года. По-моему, интересно не то, что данное историческое явление дается нам в тысячах интерпретаций рисующих какую-то картину, а генезис идейного фундамента, на котором создается целесообразная картина событий прошлого. Вторая мировая война, ее предыстория и эпилог были театром для многих актеров, но после завершения спектакля казалось, что они играли в разных вариантах пьесы. Самое интересное то, что легло в основу этих вариантов. Образ Второй мировой войны в целом и в его отдельных аспектах создается в обществе благодаря школьной программе истории, конечно, отечественной кинематографии, что немаловажно, музеям, выставкам, памятникам, а также семейной устной передаче воспоминаний об исторических событиях. Актуализируется во время празднования исторических годовщин. Большинство из упомянутых аспектов относятся к исторической политике и курируется государством. Бывали времена, когда историческая политика государства не была согласна с индивидуальной памятью. Это разногласие способствовало мифологизации прежде всего памяти о событиях новейшей истории. За последние 30-летия в Польше сформировалась монолитная историческая политика, в том числе относительно периода Второй мировой войны. С другой стороны, свобода СМИ и научных публикаций создала возможность разногласной, часто противоречивой интерпретации событий Второй мировой войны. Это касается прежде всего оценки участия Польши в разделе Чаословакии в 1938 году пакта Риббентроп-Молотов и аннексии восточной Польши СССР так называемых проклятых солдат, солдат армии краевой и других формирований, которые после освобождения не сдали оружие. Дальше выбора коалицьянтов до начала войны, оценки собственной подготовленности к войне и роли СССР в послевоенной истории Польши. Но самое главное, что следует отметить, это факт, что история Второй мировой войны не рассматривается как особое историческое событие. Она включена в свыше двухсотлетнюю историю Польши, является одним из ее этапов. Вторая мировая война вписывается в контекст истории Польши конца XVIII столетия, XIX столетия и XX века. Можно даже сказать, что разделы Польши на самом деле эпизод в ее свыше тысячелетней истории, но они стали определяющим моментом для интерпретации ее дальнейшей судьбы. Здесь стоит упомянуть книгу известного знатока и критика польской историографии Александра Бохенского под заглавием «История глупости в Польше». Он упрекает польских историографов в незаинтересованности геополитикой, а также в том, что удалось им сформировать национальную психологию на фундаменте восхваления поражений и страданий вкоренить образ Польши как невинной жертвы. Бохенский разобрал по косточкам труды всех выдающихся польских историков, начиная с Лелевеля и обнаружил, что государственный интерес они видели в союзе Польши с Пруссией, Францией, Турцией или Австрией, но всегда против России. Вопреки этому Бохенский доказал, что государственный интерес лежал как раз в союзе с Россией в лояльности по отношению к Екатерине. Безумием было выступать против всех трех соседей, как это сделал Костюшко или Сейм, принявший Конституцию 3 мая. Культ Костюшко с политической точки зрения был бедственным. Основоположником методики нашей историографии был летописец Ян Дугош, который утверждал, что надо писать то, что читатель должен знать, а не то, что было на самом деле. Но основную историческую школу создали романтики с Левелем во главе. Это была первая историческая школа. Она создала восстанческий этос. Правда, в 1864 год не не обладала пропагандой идеи независной. Школа варшавская, потом Ашкеназы, Конопчинский. Она стояла на страже польского патриотизма чертыкача, не способность рационально предсказать последствия действий, наивность, отсутствие учета соотношений сил, бескритичное полагание на союзников, апофеоз героических подвигов. Впоследствии распространения идеологии романтиков Россия стала врагом номер один. Вопреки историческим фактам, она обвинялась в инициировании разделов, что стало основой для антирусских восстаний и заговоров. Махнацкий, зачинщик восстаний от 1830 года, был наставником многих поколений польской молодежи, основоположником антирусской пропаганды, которой не отложились противопоставиться польские историки. Это во многом отрицательно сказалось на нашем будущем. Здесь нужно подчеркнуть чрезвычайное влияние историографии на судьбу народов. Ошибка в том, что наши историки не рассматривали историю Польши во взаимосвязи с международной конъюнктурой. Такая специфика нашего исторического знания стала одновременно критерием политических действий. Это лишало нас чувства согласованности в политике, особенно в связи с менявшимися историческими условиями. В польской внешней политике отсутствует принцип прагматизма. Примером может служить культ легионов Пилсудского, сражавшихся на стороне центральных государств в Первой мировой войне. Все это повлияло на создание антирусского психологического комплекса, источник которого ведет к четырехлетнему сейму в XVIII столетии. Политическое решение о начале восстания 1830 года, 1963 и 1944 имело тоже основание. Восстанческая пропаганда была более успешна, чем рациональная политика. Наши политики не имели отваги объявлять народу правду. Примером своеобразной гибриды русофобства и прагматизма являются труды современного историка молодого поколения год рождения 80-й, который в книге Риббентроп Бек доказывает, как поляки вместе с Гитлером могли покорить Советский Союз. На все полемические аргументы отвечает, что для будущей жертвы нет другого выхода, как вместе с убийцей идти против общего врага. Это прямо ужасает. Допустимо, что так могли думать русские православные эмигранты в Германии в 1941 году, но сегодня вторая книга того же автора германофил Владислав Studницкий, поляк, который хотел союза с Германией. Studницкий родился в 1867 году в Динобурге. Основал второй пролетариат, за что был сослан Сибирь. Во время Первой мировой войны был сторонником независимой Польши в союзе с центральными государствами. Продвигал идею экспансии на Востоке с немцами. В ноябре 1939 года направил мемориал к властям Третьего рейха, в котором предлагал восстановить польскую армию для похода вместе с немцами против СССР. Нельзя сказать, что идея сотрудничества с немцами во время Второй мировой войны является популярным взглядом в современной Польше или что она вписывается в историческую политику. Однако реклама такого типа книг имеет место в консервативной прессе, которая не является антирусской. С другой стороны, широкий резонанс в определенных кругах имела книга Яна Энгельгарта «Проклятие генерала Деникина», в которой Пилсудский показан как противник белого движения, сговорившийся с Дзержинским. Между прочим, надо вспомнить, что Деникин был наполовину поляком. Политика Пилсудского привела к поражению армии Деникина. «Проклятие Деникина сбилось в Катене», утверждает Энгельгард. Здесь необходимо понять один нюанс. Если для России характерна историческая преемственность, которая, на мой взгляд, связана с пространственным мировоззрением, то Польша, которая под влиянием латинской традиции подвергается гегемонии истории, вычеркнула из нее послевоенный социалистический период. 1 сентября и 17 сентября считаются наравне началом Второй мировой войны для Польши. В сентябре началась немецкая и советская оккупация. Потом наступает Катенское убийство. Вывод сильных поляков генералом Андерсом из СССР через Палестину и Италию, формирование отрядов 1-й армии польского войска под командой генерала Берлинга, которая вместе с Красной армией захватила Берлин. Вокруг этого события идут дискуссии, являются ли польские солдаты 1-й армии героями или коллаборантами. СССР освободил Польшу или ее покорил. Дискуссия идет вокруг так называемых проклятых солдат. Они не только не подчинились указу главнокомандующих армии краевой, но часто прибегали к террористическим актам по отношению к местным жителям. Ромуалд Райс псевдоним Буры убивал правослаwnых жителей Подласия. Зигмунд Шэндзеларш псевдоним Упашка противостояния институтом социалистической власти и союзу с СССР. Противоречия накопились вокруг Святокшизской бригады созданной в 1944 году и сотрудничающей с Немцами против Красной Армии и польскому войску под командованием генерала Берлинга. Когда немецкие войска отступали, союз бригады сбрасывали самолетов на тылах Красной Армии как диверсантов. Отступающие Немцы взяли бригаду на свой пайок. Дискусия не умолкает также вокруг warsшавского восстания. решения о его вспышке и отказах в поддержке его Красной Армии. Такой же горячей темой является гибралтарская гибель главнокомандующего польской армии и премьер-министра в эмиграции генерала Щикорского. Исторические расследования приводят к выводу, что за убийством стоял Черчилль и его польские сподвижники, которые не хотели скандала вокруг катенских документов. Щикорский через гибралтар возвращался со встречи с Андерсом, от которого получил эти документы. Они тогда исчезли. И я заканчиваю уже. Хотя вокруг этих эпизодов не умолкают разногласия историческая политика государства теперь однозначно стоит на стороне культа всех, кто противостоял России и особенно СССР, то самой главной проблемой мне кажется внушаемое полякам убеждение, что в польской истории отсутствует последовательность, что в ней долгие пробелы, за которые не несем ответственности. Единственная сфера, в которой наблюдается объективная оценка истории Польши, это история экономии. Спасибо за внимание. Не слышно? Да, слышно. Хана, спасибо огромное. Я очень рад, что нам все-таки удалось прослушать ваше выступление, не в записи, а даже вживую, так еще лучше. Очень интересное выступление. Коллеги, может быть, у кого-то есть вопросы к профессору Ковальской или кто-то хотел бы выступить с репликой, с ремаркой. Елена Анатольевна Бондарева, включите звук. Включим, включим. Слышно, сейчас слышно. Прошу. Спасибо большое, коллеги. Слышно меня? Слышно, слышно. Уважаемая Хана, очень информативное ваше выступление. Наверное, нет другой проблемы, в освещении Второй мировой войны более сложной, чем восприятие Второй мировой войны в обществах России. И вообще русско-польские взаимоотношения в истории это один из сложнейших вопросов, которым, к сожалению, наше экспертное и научное сообщество не занимается в той дне, как это было бы необходимо. Я очень рада, что даже пусть на экспертном уровне прозвучала такая оценка общественного восприятия Второй мировой войны, как озвучили вы. Я понимаю, что ваша позиция не разделяется очень многими в Польше, но важно, что она присутствует. такие сложные вопросы, как оценка варшавского властания, как проклятый солдат, как Катынское дело, как восприятие того, кем являлись поляки, которые освобождали вместо страшной армии польские территории коллаборационистами, оккупантами или освободителями. У нас существует комиссия по спорным вопросам истории русско-польская. Невероятно, этих спорных вопросов на самом деле так много, что одна комиссия не справится. Мне кажется, что важен, очень важен общественный и профессиональный диалог и то, что делает Краковский университет для того, чтобы этот диалог не прерывался. И тут наш фонд в этом это важнейший компонент. Мне очень созвучна ваша попытка, ваше впрямление рассмотреть польскую историю и польское самосознание вот так цельно, начиная от восстания Костюшка и до наших дней, потому что очень многие проблемы самосознание и самовосприятие исторического, они перенятся как раз именно в том, как воспринимать это болевая рана, которая освещает вот таким отраженным светом все последующие события, и вы именно об этом говорите. не могу не остановиться еще на одном моменте, который мне очень понравился. Это зрелость общества в восприятии своей истории и готовность взять ответственность за какие-то исторические может быть и провалы, и ошибки на самих себя, не стремясь приложить это на плечи каких-то соседей с народом. Это относится не только к полякам. Именно эта гражданская и историческая она вообще необходима всем нам. Еще раз хочу вас поблагодарить за очень содержательное выступление и надеюсь на продолжение диалога с вами и с вашими коллегами. Спасибо вам. Я хочу подчеркнуть, что, конечно, в польской научной истории много работ честных, которые опираются на документы, но эти работы они не доходят до общественного мнения, потому что никому из таких нормальных людей неинтересно следить за научными работами. Но мой взгляд другого типа. Я вообще специалист по византийской культуре, я все время сравниваю эту культуру с латинской культурой. И мне интересна разница восприятия действительности со стороны одной и другой культуры. Здесь просто можно сказать, что такой огромной разницы не существует почти нигде. и у наследников латинской культуры это историческое восприятие, историческое, временное восприятие. Надо обустроить жизнь сейчас, не смотреть в будущее далеко и из этого момента объяснять то, что происходит. А греческо-византийская культура, она имела всегда пространственные характеристики. И потому Россия взяла на себя ответственность за Советский Союз. У вас последовательность. Была Древняя Русь, была Царская Империя, был Советский. Это все мы, вы говорите. Это наше, это наше пространство. А у нас пространство не имеет такого значения. Не имеет такого значения. У нас только время, потому что, например, мы не берем ответственности за то, что происходило на этих бывших землях польского, польско-литовского королевства. Но мы не за эти земли боремся, мы боремся за традицию, за менталитет, за историческое прошлое этих земель, а не за сами эти земли. посмотрите, какое отношение польских политиков к современной Беларуси и Украине. Мы не хотим взять это пространство под свой контроль. Мы только боремся за их умы, за их историческое восприятие всего. Спасибо. Спасибо, Пану. Еще раз огромное спасибо профессору Ковальской. Очень хорошо, что все-таки удалось прослушать выступление. Владимир, а можно несколько слов? Да, пожалуйста, пожалуйста. Я представлюсь профессор, доктор исторических наук, представляю Ярославский государственный университет имени Павла Григорьевича Дмитова и занимаюсь, заслабляю кафедру отечественной, средневековой и новой истории. Занимаюсь тоже древней историей и 19-м, и 20-м веком. Мне очень импонирует стремление Ханны объединить, не просто взять вот вторая мировая война, а посмотреть все в комплексе и первую мировую, и 19-м век, и разделы Польши. Что хотелось бы добавить? Очень импонирует также стремление не уходить от болевых точек российско-польских отношений. Вспоминалось, да, и Хатынь, и Варшавского остания, об этом коллеги уже говорили. И в то же время стремление объективно в них разобраться. Вот что получается. Ведь историческая память, она то, как оцениваем и мы, профессиональные историки, но и то, как воспринимает народ. И я смотрел и читал интервью у Ханы предшествующего периода, и сегодняшнее выступление. И я здесь еще хочу сказать, давайте вспомним прекрасный фильм, который был. «Это четыре танкиста и собака». Твой фильм был о совместной борьбе советского народа и польского народа против фашистских захватчиков. То есть давайте вспомним, что мы славяне, давайте вспомним, что нас объединяем. И вот с этих позиций, вот историческая память о войне, мне кажется, Второй мировой будет намного более насыщенная и полнокровная. Спасибо, Хармин, за вашу выступление. Спасибо вам, спасибо вам. Спасибо, Юрий Юрьевич, за реплику. И сейчас я хочу предоставить слово Владимиру Николаевичу Круглову, старшему научному сотруднику Института Российской Истории РАН, научному редактору журнала «Российская история». Тема выступления – роль исторических исследований и исторической публицистики в формировании представления о войне. Пожалуйста, Владимир Николаевич. Спасибо большое. Меня слышно, надеюсь, хорошо. Слышно, хорошо. Очень интересные доклады уже звучали. И вот некие такие мостики, что ли, смысловые хочется перекинуть. Вот, например, профессор Ковальская сказала, что в Польше многие научные исследования не доходят до широкого круга читателей. Та же самая проблема, как известно и в России. И, собственно, если начинать твой доклад именно роль исторических исследований, то здесь лично я, например, встаю в некоторый тупик. Тупик обусловленный тем, что, по сути, именно роль формирования представлений о войне, исторических исследований, научных работ, публикаций, очень сложно измерить. Я, честно говоря, даже не берусь предположить, как это возможно сделать. Связано с многими факторами, прежде всего, конечно же, с уже обозначенными, вот, Сергей Николаевич, например, в докладе о состоянии книжного рынка такими моментами, как, ну, то, что, банально, многие публикации и исследования просто невозможно найти в магазинах, их нет в сети, и в сети распространения традиционно, и может, даже не всегда можно найти их в интернете, как ни странно. Казалось бы, в интернете есть все, но на самом деле это не имя. И проблема заключается именно в том, что, если человек, простой человек, да, вдруг захочет что-то почитать научное по той же, тому же периоду войны, то он зачастую может столкнуться с тем, что ему либо нужно будет скачивать ту или иную книгу в интернете, а многие люди, особенно старшего возраста, но, кстати говоря, это, видимо, невозрастной, просто не любят читать с экрана. Им привычнее просто на традиционном носителе читать на книгу, странице, перелистке и так далее. Плюс здесь еще вот какая проблема. Собственно, исторические исследования написаны специфическим языком известный и научный так называемый язык, который не, скажем так, я сам не раз слышал, что научные исследования написаны слишком слабо. Что это значит в каждом конкретном случае можно обсуждать, но, тем не менее, действительно, научный язык изложений отличается от научно-популярного, тем более от популярного, от публицистического языка. И очень сильно отличается и зачастую неподготовленному человеку, который просто хочет некую тему изучить по той или иной книге научной, ему сложно ее изучать. Опять-таки, научная литература это непрерывный поток. То есть, каждая книга новая, выходящая, посвященная тому или иному вопросу, она представляет собой продолжение некой историографической традиции. Все-таки, в ней есть ссылки на предыдущих авторов, необходимые ссылки на предыдущих авторов, просто чтобы понимать, что это вообще за, что нового вносит это исследование, какие вопросы новые освещают. То есть, для науки важна прежде всего новизна. А что же касается массовой публики, назовем ее так, то здесь, конечно, людям важно просто взять книгу и прочитать, что об этой проблеме известно. Этот сегмент подраздел рынка называется научно-популярная литература, и вот с этим очень большая проблема. У нас очень мало историков, которые умеют хорошо доступно писать, популярно писать. И литературы такой очень мало. То есть, обобщающих исследований, не исследований даже, а скорее текстов, которые основаны на научных работах, но доносят до публики те или иные сюжеты популярных. И вот здесь, конечно, некий барьер существует на пути научного знания к массам. И как этот барьер можно разрушить, честно говоря, я обсуждал с коллегами, не за что делать. И общий, наверное, консенсус в том, что либо должны появиться некие люди, которые авторы подготовленные, которые будут читать научные исследования и доносить их популярно, смысл, популярно до публики, либо сами историки должны этим заниматься. Но у историков с этим, конечно, есть некая трудность. Просто это переключение на разные уровни передачи информации. Так что вот это большая проблема именно в, скажем так, это большая проблема для исторических исследований, научных исследований в исполнении вот этой роли донесения новых знаний до публики. И хотя на самом деле нужно сказать, что если говорить о именно научной работе, то последние может быть лет 20-25 исключительно плодотворный, практически со всех сторон, практически во всех сегментах научного знания. Это и научные исследования на основе новых документов про секрет. Это и многочисленные публикации документальных. Говорилось уже о том, что да, многие просто не найти в магазинах, это действительно правда. Тиражи исключительно малы. То есть 500 экземпляров это уже хороший тираж для научной научного издания, к сожалению, большому. Это включает авторские экземпляры, экземпляры рассылаются по библиотекам, университетам и так далее по подписке. Что из этого дойдет до торговой сети, как это все будет продаваться, это очень большой вопрос. Нет совершенно никакой системы распространения такой литературы и опять слишком ее мало печатают. То есть допечатка, второй тираж это исключительно редкость. И вот получается, что огромная работа ведется, огромное количество документов, воспоминаний, исследований по даже самым маленьким сюжетам, я сейчас говорю, конечно, о периоде Второй мировой войны, Великой Отечественной, даже для России особенно Великой Отечественной, все это оказывается в каком-то вот таком состоянии, что оно вроде есть, но его вроде и нет. То есть исследование подготовлено, выпущено, но найти зачастую просто невозможно. Особенно это касается исследований, которые опубликованы не в Москве или в Петербурге. Провинциальные, региональные, как угодно исследования, они, конечно, попадают в особо такую неблагоприятную ситуацию, когда там киражи 100-200 экземпляров, то есть это зачастую расходится просто по приятелям и знакомым на местах и просто не доходит до центра. Раньше ведь была система еще в советский период, вот этот Институт информации по общественным наукам и не он известен, куда поступали обязательные экземпляры, который готовил реферативные сборники, о новых поступлениях, новых изданиях. Сейчас эта функция, к сожалению, им не исполняется, но просто система сама разрушена. И здесь мы сталкиваемся с тем, что вот отсутствие системного донесения научного, даже самих научных, к сожалению, институций, сотрудников и так далее. и зачастую работники соседних академических, например, институтов не знают, чем занимаются коллеги. И такое бывает. И здесь, конечно, вопрос любознательности, но здесь и вопрос именно поиска информации, ее донесения. То есть, говоря о роли в формировании представлений, исторической именно науки, мы можем сказать, наверное, что роль потенциально очень большая, но, увы, этот потенциал очень слабо реализуется, скажем так. Не хочу совсем негатива нагнетать, но очень слабо реализация потенциала идет. Очень слабо. Казалось бы, здесь можно перейти к исторической публицистике, да, уж кому как не ей. Ну, кому как не ей заполнить вот это пустоты вот это. Но, к сожалению, лично мое наблюдение за публицистикой приводит к выводу о том, что это скорее не историческая именно публицистика, а публицистика на исторический темп. И она скорее именно элемент исторической политики, о чем профессор Ковальская говорила, и Ботову упоминалась уже. То есть это некий элемент политической, внешнеполитической борьбы, наверное, прежде всего, нежели донесение неких научных знаний, нежели донесение достижений ученых и так далее. То есть это некий такой политический заказ, если хотите. и скорее здесь роль именно политики, политики прежде всего. Ну, собственно, и самой природой публицистики определяется. Публицистика это литературное во многом сочинение на общественно-политические актуальные темы и научная составляющая здесь в лучшем случае как некий фон, что ли, некий привкус, если хотите, нежели скажем так отправная точка. И вот проблема, наверное, в том, что, к сожалению, историческая публицистика у нас сейчас не отрицая важности исторической публицистики, подчеркну, но она фактически забивает именно историческое знание. То есть нет популяризации исторического знания, и это все вытесняется некими конфронтационными вещами, в общем-то. Публицистика сама по себе предполагает некую конфронтацию. Вот в чем дело. Институции, скажем, научные различные советы историков разных стран, которые предназначены для того, чтобы искать общие точки соприкосновения в исторических исследованиях, находить то, что общее, что позволяет взаимодействовать просто, не руганью заниматься, а устанавливать научные контакты, диалог и так далее. Вот эти институции, они очень сильно находятся под влиянием, конечно, именно публицистических моментов. Вот, и зачастую, я просто слышу от коллег, которые участвуют в них, что заседания зачастую превращаются в просто обмен любезностями, скажем так, руганью, зачастую полемику и так далее. Очевидные самые примеры это, конечно, комиссия по, ну, российско-украинской, например, хотя, кстати говоря, комиссия российско-польская, которая была упомянута, ее выделяли как раз структуру, которая на удивление конструктивно сотрудничает. Хотя, казалось бы, именно, если судить по внешнеполитическому состоянию, да, отношений наших стран, то оно весьма и весьма, скажем так, не внушает больших оптимизмов. Вот, и, к сожалению, вот именно проблема в этом. И, может быть, кстати говоря, именно это состояние и стимулировало именно в исторической науке сейчас очень требованное направление исследования этой исследовательной исторической политики и в России, и в запредельных странах, и в странах бывшего соцлагеря, прежде всего, и в европейских странах. То есть, историки тоже пытаются понять вот эту ситуацию, в которой, по сути, они оказались во многом под политическим влиянием. и выводы авторов, которые на эту тему пишут, Миллер, ну, там, многие другие исследователи, именно в том, что именно политика, прежде всего, к сожалению, определяет трактовку тех или иных исторических событий. Прежде всего, вот, история Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, она оказалась в центре современных политических баталий, как некий такой, что ли, кто-то видит его консолидирующим фактором, кто-то, наоборот, фактором вот некого абсолютного размежевания, то есть, явлением, которое показывает нашу абсолютную вот непохожесть. Да, ну, это от страны зависит, от политической, политических воззрений и так далее. И вот, я боюсь, что, если некую иерархию выстраивать, того, что влияет на общественные представления о войне, скажем, представления публики, широких кругов читателей, интересующихся людей, то это прежде всего политика. Затем историческая публицистика, как, в общем, во многом транслятор политических установок, или, скажем, установок господствующего политического курса. И, увы, историческая наука, она в самом низу вот этой иерархии находится, к сожалению. При том, что работа, конечно, ведется очень активно, и, если брать, скажем, журнальные публикации, вот, ну, здесь озвучено, что я редактор журнала «Российская история», в нашем журнале третий номер каждого года традиционно посвящен, да, скажем, проблематике Великой Отечественной войны и Второй мировой. конференции, молодежные, обычные научные конференции тоже вот в годах, оканчившиеся на цифры пять или ноль, как правило, они проводятся под эгидой очередных юбилеев победы. И, то есть, в научном сообществе исключительно интересно, но вот проблема в том, что каким-то образом, как менять ситуацию, вот это, по сути, ну, не хочу употреблять слово «блокада», но вот оно прямо напрашивается на язык. И как менять вот эту ситуацию со стороны связи с массовой информацией, да, я не очень представляю, например, это предмет обсуждения. Вот, и было бы интересно мнение коллег в случае, конечно. Вот, но именно проблема в том, что распространение сейчас в основном информации о той же Великой Отечественной войне идет через средства массовой информации и здесь большая проблема. То есть, журналистам зачастую проще поговорить с, ну, или публициста привлечь, либо самим что-то написать, нежели выслушать историка, который будет что-то долго, тяжело, трудно объяснять на научном языке, который не всем понятен. Опять-таки, среди научных работников, историков, тоже есть отторжение газет, телевидения, как институции, которые, скажем так, не доносят научные знания, перевирают, коммерциализируют, выискивают жареные факты и так далее. То есть, здесь некая проблема вот именно самого распространения научного знания. мне уже напоминает, что время и я, наверное, закончу. Если вопрос есть, я отвечу, конечно, в меру разумения. Спасибо большое за внимание. Если можно. Если можно. Ханна, секундочку. Владимир Николаевич, спасибо большое. Нельзя не согласиться с вами, что, к огромному сожалению, действительно мало историков, работы которых основаны на действительно научном, фундаментальном подходе и в то же время написаны популярно, доступно и, главное, способны заинтересовать обычного читателя. Их мало, но единственное я хочу сказать, они есть. И самый яркий пример здесь Наталья Алексеевна Нарочницкая, автор фундаментальной монографии «Россия и русские в мировой истории». Это ее докторская диссертация. И, например, очень яркой публицистической работы «За что и с кем мы воевали». Она выдержала пять изданий в России, переведена на французский, сербский, славянский, словацкий и так далее. Вот. Маленькое дополнение. Да, коллеги, пожалуйста. Хана, вы хотели что-то сказать? Пожалуйста. Да, я хотела спросить у вас, не кажется ли вам, что вообще в современной культуре и политической, и научной отсутствует диалог? как-то он не может создаться. Елена вспомнила эту группу, которая разрабатывала белые, белые и черные пятна польско-русских отношений в истории. Я прочитала этот том, но я диву далась, потому что там, например, есть определенные проблемы, и на эти проблемы высказываются польский историк и русский историк. И там нет никакого диалога. Каждый высказывает свое мнение, иногда противоположное. Почему они не согласовали этого? Наверное, они бросили тему и заказали статью, и все, и эту статью поместили в эту книгу. И эта книга, она не имела никакого резонанса в Польше. Никто ее в руки не брал. Может быть, кроме некоторых специалистов. Спасибо. Спасибо большое. Действительно, вот буквально вчера мы с коллегами обсуждали эту тему. Вы знаете, есть соблазн в этом видеть какое-то бейни общемировое, потому что действительно, во-первых, есть присутствие и отсутствие желания диалога на уровне межгосударственном, что ли, уровне. Это даже и в политике, кстати говоря, тема и вихра. И среди научных кругов, к сожалению, есть такие очень сильные, между прочим, тенденции, очень сильные. Не хочу их называть господствующими, надеюсь, это не так, но впечатление складывается довольно печально. И, увы, даже внутри тех или иных стран есть очень серьезные столкновения даже в рамках науки, трактовок тех или иных исторических событий между, собственно, историками этих стран. Ну, той или иной страны. И в России это очень тоже ярко. Я думаю, и в Польше то, о чем вы говорите, тоже явствует. Это и в других странах, и в Великобритании, и во Франции есть. То есть, причем действительно именно нет желания некие точки соприкосновения хотя бы из-за компромисс. Не знаю, не могу сказать, с чем это связано. Это очень печально, это очень меня, на самом деле, волнует. Но последние лет 10-15 вот прям такой очень сильный уклон в эту сторону, к сожалению. Да, я не могу его объяснить, но это весьма печально. Но я согласен с вами абсолютно. Коллеги, кто-то еще хотел бы высказаться по поводу выступления Владимира Николаевича? Нет. Тогда мы идем дальше. Спасибо большое за внимание. Да, спасибо вам. У нас по программе сейчас должны идти два очень ярких интересных видео выступления. Восприятие современным сербским обществом событий Второй мировой войны. Тимофеев Алексей Юрьевич, профессор, доктор исторических наук Белградский университет. В обеих мировых войнах 20 века русские сербы оказались народами абсолютной большинства которых уставало на одной и той же стороне. В то же время конкретные воспоминания о Первой и Второй мировой войнах коренным образом отличаются у русских и сербов. Для сербов в событиях Второй мировой войны замутнены воспоминания о гражданской войне, которая вспыхнула в стране сразу после оккупации 41-го года. Свыше 70% граждан Югославии пало от руки сограждан в годы Второй мировой войны. Кроме оккупации втрояна шла многослойная гражданская война. Одним из своих слов было протестание сербов и недовольных централизацией народов. Еще одним слоем была борьба между сторонниками Германии, сторонниками Англии и сторонниками Советского Союза. Террор, развязанный Тита в результате победы монопартийного режима в первой послевоенном десятилетии 44-го 54-го годов, был даже более кровавым в пропорциональном соотношении, чем сталинское правосудие в том же периоде в послевоенном СССР. Численность измиграции из Югославии после установления там монопартийной диктатуры Тита соизмерима с численностью беженцев из России после окончания Гражданской войны. После четырехлетней кровавой бойни с окончания Второй мировой войны сербы, как и русские после 17-го года, были разбиты новыми границами автономии республик, минами подгосударственной, взорвавшуюся в конце 20-го века. В послевоенные годы в Титовской Югославии имела место открытая манипуляция с чиновидными фактами Второй мировой войны, эта манипуляция заслуживает отдельного просмотрения. Заигравшиеся титовские пропагандисты стали первыми в Европе, кто начал уничтожать памятники советским солдатам освободившего в начале 50-х годов. После смерти Сталина и примирения СССР этот процесс приостановили, но идеологическая траковка событий Второй мировой войны доминировала. В результате, после падения монопартийного режима, память о Второй мировой войне была полностью девальвирована. Памятники освободителям оказались в разрухе и запущении. Самое скверное было то, что лицемерная левая риторика 90-х годов воспринималась как красная, а сербская оппозиция 90-х годов, убившая на выбор в 2000-х годах, воспринималась как наследник противников Тита в сербской гражданской войне 41-45-х годов. То есть политическое противостояние 90-х годов наложилось дополнительно на восприятие войн в Великой Отечественной В Титовской Югославии воспоминания Второй Мировой Войны подвергались идеологической деформации. Вопросы о лагере смерти Есеновица, о янахмах смерти замалчивались. Официальная титовская историография пыталась искусственно установить баланс жертв рановешия четников и усташей писали их через запятые и вообще фактически пытались сказать, что у хорватов были усташи, у сербов четники это одно и то же. Это не было одним и тем же. усташи были союзниками Гитлера, самыми верными последними, самыми лояльными его сторонниками, а движение четников, ровногорское движение было союзником англичан, американцев. Англо-американская миссия от Дража Михайловича уехала осенью 44-го года. Многочисленные солдаты, пилоты американских ВВС были спасены рановгорцами. В силу этого, конечно, это вот все было видно, насколько это все фальшиво, вся эта титовская пропаганда по Второй мировой войне. И, в общем-то, именно поэтому все это дополнительно деформировало воспоминания о Второй мировой войне, то есть правды и доверия вот вся эта титовская пропаганда не вызывала. В 90-е годы, после падения идеологических запретов Югославии, вслух было произнесено то, что накапнуло с годами в результате замалчивания трагического прошлого периода Второй мировой войны. Интересно, что в это время титовская Югославия была единственной европейской страной, которая хранила верность коммунистической фразеологии, говорила о партизанах, пыталась продолжить эту традицию, но именно в это время в Москву на пятилетие победы 9 мая 95-го года был приглашен Туджман, диктатор Хорватии, которая вела в то время войну с сербами, и в то же время не был приглашен Слободан Милошевич. Этот жест по отношению к Югославии стал звонкой пощечиной. Президент Хорватии Туджман ярко выделялся даже на фоне других лидеров посткоммунистической Европы. Он много раз говорил, что рад, что его жена не сербка, не еврейка. Он отрицал численность сербов и евреев, погибших в Холокосте. Отношение к Туджману как к чему-то такому скользко-омерзительному, что должно сейчас выполнить свою функцию и исчезнуть, было типично даже на Западе. Интересно, что на его торжественные похороны, вопреки дипломатической традиции, не появился ни один ведущий политик из США и Евросоюза. Военные преступления в Гаге с именем Туджману связали сразу после его смерти. И вот его внезапная и очень полезная смерть, об этом можно отдельно также говорить, была также одним из таких способов выйти из этой ситуации. И именно вот эту омерзительную личность Россия не просто пригласила в 95-м году на празднование, а к тому же вручила ему еще и медаль Жукова за вклад в антифашистскую борьбу, причем даже спустя 10 лет после всех этих событий разокровенившийся пенсионер, бывший российский посол в Хорватии сказал следующее. Когда мы наградили Туджману орденом, на самом деле медалью Жукова, сербы свои награды советские стали выбрасывать. Я воспринял это как комплимент. И это была правда. Ну вот такие люди представляли Россию на внешнеполитической арене в рамках Козыревской дипломатии. Ситуация коренным образом изменилась после падения режима Слободана Милошников в 2000 году. Теперь уже первые лица Сербии не хотели приехать в Москву на шестилетние торжества в честь победы из Белграда в 2005 году. На это празднество приехали все от Буша до Ющенко. Но не прибыл ни сербский премьер Каштуница, ни президент Сербии. Товарищ так было. В Москву полетел малоавторитетный чиновник Светозар Марович формальный глава нефункционального сообщества Сербии и Черногории. То есть таким образом в честь этих событий в Россию никто не полетел. Но в то же время интересно что именно с этого времени потихонечку начинается процесс изменения парадигмы Второй мировой войны. После пяти лет молчания практически полного прекращения официоза в честь 9 мая 2005 года премьер Сербии Тадич возложил венок к могиле неизвестного солдата Первой мировой войны в пригороде Белграда на овале. А премьер Сербии Каштунец официально возложил венок к памятнику пилотом королевских королевских войск Югославии защищавших Белград в апреле 1941 года. То есть так вот с дальних подступов стали подползать к идее замечаний. Ситуация стала меняться с 2006 года 2008 года с отделением Черногории которое Запад поддержал впрочем и Россия честно говоря в 2008 году с провозглашением независимости Республики Косово которое опять же Запад поддержала а уже Россия не поддержала с вхождением в Россию Лукойла Ниса то есть вот с мягким изменением вектора Сербии от полной ориентации на Запад к какой-то нейтральности вот с этого с этого периода начинается и возрождение памяти о Второй мировой войны организуется празднование по юбилейным датам с того времени все активнее и активнее 20 октября впервые президент Сербии посетил кладбище освободителей Белграда и возложил цветы к общему памятнику советскими сербским и югославским солдатам павшим в битве за его освобождение в октябре 44 года и наконец вот в рамках этого же утилитарного подхода состоялся исторический визит президента России и Сербии именно в октябре он был приурочен к этому дню освобождения с тех пор потихонечку стали восстанавливать старые фильмы о Второй мировой войне показывать реставрировать потихонечку памятники армейцам и партизанам украшать их венками ко дню освобождения Белграда 20 октября и дню победы 9 мая это не было связано с изменением в политической элите это еще притадича было но вектор начал потихонечку меняться апогема этого юбилейного сближения России и Сербии под знаком празднования и памяти о событиях Второй мировой войны стал визит президента России Владимира Владимировича Путина в октябре 2014 года который был официально приурочен десятилетию битвы за Белград в честь прибытия Путина юбилейные торжества были перенесены с обычной датой празднования с 20 октября на 16 октября что еще раз подчеркнуло роль России в формировании воспитания Второй мировой войне то есть ради Путина праздничный парад перенесли на 4 дня и собственно говоря сами празднества перенесли на 4 дня чтобы показать значимость этого совместного мероприятия в 2019 году премьер России тогда был Дмитрий Анатольевич Медведев вновь встретил Белград в ней торжеств и вот это совместное празднование превратилось в такую чуть ли не традицию то есть многократно посещали первые лица России в этот период в то же время нельзя не отметить что еще одним следствием всего этого стало то что сербию перестали приглашать на официальные европейские празднества связанные со Второй мировой войне как например вот в сентябре 2019 года именно вот Россию и Сербию не пригласили на юбилейные торжества в Варшаве по поводу юбилей начала Второй мировой войны несколько мероприятий проводятся регулярно как правило лидерами мероприятий организаторами мероприятий являются общественные организации одной из таких организаций новосознанной по образу России является бессмертный полк сербии который стал формироваться с 2015 года с 2018 года он получил массовую государственную поддержку в 2019 году тоже очень активно все это проводилось и это вот одна из форм новых восприятия событий Второй мировой войны есть классическое место кроме этого экспортного варианта общественная организация хранителей памяти о Второй мировой это Субнор при этом надо сказать что Субнор то есть Союз Общества Борцов Народов Основательной Войны Югославии действует в двух направлениях с одной стороны это воспоминания о войнах против нацистской оккупации и событиях 41-45 годов с другой стороны это объединение с ветеранами войн 90-х годов именно благодаря этому сближению возникает такая определенная закалка и такое определенное противостояние другому печальному тренду другой печальной тенденции а именно сближение сближению с политическими антифашистами с политическими левами которые скорее можно сказать салонными левами движение с которыми произошло в Черногории Боснии и Хорватии где вот этот культурный антифашизм скорее поддерживает бородатых женщин и борется против православной церкви нежели чем борется против обновляющих империалистических держав как изначально и воспринималась борьба антифашистов в Испании в гражданской войне в Китае когда они боролись против милитаристского к Японии в Европе оккупированной нацистами вот такого антифашиста конечно нет а это уже конечно какие-то попытки использования термин фашизм для того чтобы поддержать какие-то совершенно далекие от идей Второй мировой войны и героев Второй мировой войны события в Сербии это левацкое мутирование субнора было приостановлено и там возникло отдельное направление такое это союз антифашистов Сербии САФС который раскололся откололся от субнора когда вот все разложилось на плесень и на липовый мед вот такой такой плесенью стало вот это вот культурный антифашизм который с того времени все активнее развивается в направлении вот женщин в черном и других вот специфических организаций финансируемых из общеизвестных источников хельсовская группа и женщины в черном инициатива молодежи за права человека главный спонсор это фонд общества открытое общество Сербии в этих условиях фактически восприятие событий второй мировой войны в Югославии остается очень острым и скорее как о войне гражданской что в конечном итоге неизбежно способствует девальвации этих воспоминаний с другой стороны субнор Сербии то есть вот это вот ветеранское старое движение оно остается изначальной сохранитую ветеранско-сабесовскую функцию поэтому оно самое многочисленное самое мощное и намного по численности превосходит своих конкурентов из рядов прозападного САФСа и промосковских конкурентов бессмертного полка Сербия Сербское государство конечно держит руку на пульсе всех трех организаций но последнее время стало активно поддерживать наряду с субнором и бессмертный полк вот например 25 сентября 2015 года министр труда и социальной политики Зоран Джорджевич и бессмертный генеральный директор государственной компании монополиста сербия ГАЗ Душин Баятович присутствовали на торжественном открытии в доме армии Сербии международной конференции бессмертный полк на котором присутствовал 80 участников из 55 стран все-таки тем не менее на все эти несмотря на все эти события которые очевидно связаны скорее с желанием понравиться России нежели чем с реальным отражением мировосприятия стоит сказать что парадемой гражданской войны и далее является в Сербии доминантой в 2010 году после десятилетнего официального забвения лишь 21% граждан Сербии в своем точном до день освобождения Белграда во второй мировой войне а именно 20 октября 41 года и лишь 38% точно ответили на вопрос о дате начала и окончания второй мировой войны лишь 60% граждан точно смогли назвать точную дату общегосударственного праздника День Победы 9 мая при этом тенденция восприятия мировой мировой войны который положительный оценили и одних и вторых и просоветских и пробританских повстанцев то есть и тетников и титовцев как положительные то есть вот это вот заживление оно началось но оно пока недостаточно высокое последние данные означают что процесс заживления ран гражданского конфликта достаточно медленно но вот все таки идет спасибо за внимание добрый день прежде всего я хотел бы выразить свою благодарность организаторам этой конференции за предоставленную мне возможность выступить перед таким представительным форумом и сказать несколько слов о сохранении исторической памяти о войне в Израиле сегодня когда с момента окончания войны прошло уже более 75 лет у многих историков и государственных деятелей появляется искушение отретушировать отредактировать немножко изменить прошлое и в Израиле этого позволить себе не могут дело в том что по понятным причинам для Израиля память о войне это в очень значительной степени память о катастрофе европейского еврейства о катастрофе в которой погибло 6 миллионов человек и навсегда перестал существовать самобытный мир культуры народа говорившего на языке идиш того народа который так замечательно описали Шолом-Алейхом и Бабель в Израиле не забыли и никогда не забудут ни тех кто формулировал идеологию Холокоста ни тех кто строил лагеря ни тех кто расстреливал и сжигал ни тех кто им содействовал и точно так же в Израиле никогда не забудут тех кто боролся с фашистской чумой и победил ее тех кто спасает чужие жизни нередко отдал в этой борьбе свои мы считаем что сохранение памяти о произошедшем в первую очередь необходимо для того чтобы такое никогда больше не повторилось впредь именно поэтому сохранение памяти о войне в Израиле стало практически государственной доктриной для европейских евреев переживших войну важно было не только сохранить память об ушедших нужно было еще научиться жить с этой травмой воспитывать детей это очень хорошо понимали в еврейском Ишуве Палестины и там начали уже в 46 году собирать документальные свидетельства о войне в 53 году был принят закон о создании центра Яд-Вашем центра который призван был стать основой мемориальным комплексом в котором должны были быть собраны все свидетельства и возможные данные о катастрофе и героизме евреев сегодня Яд-Вашем Этама огромный комплекс в нем существует уникальная база свидетельских показаний людей переживших катастрофу база данных имен тех кто погиб в катастрофе причем каждый человек может пополнить эту базу внеся туда имена своих родственников знакомых к сожалению эта база никогда не будет полной многие семьи ушли навсегда они были уничтожены целиком а иногда и целые местечки о них просто некому заявить начиная с 51 года 21 Ниссана по еврейскому календарю в Израиле каждый год отмечается день памяти катастрофы и героизма в 86 году Кнесет принял закон о криминализации отрицания Холокоста наказание до 5 лет начиная с 2005 года по решению Генеральной Ассамблеи ООН ежегодно в мире отмечается Международный день памяти жертв Холокоста 27 января это годовщина освобождения советскими войсками в 45 году нацистского концентрационного лагеря Освенцимберкинау но память о войне сохраняется не только в центре Яд Вашем очень многое делается в рамках системы образования так например в старших классах во всех школах в обязательном порядке проводятся так называемые уроки Холокоста где школьникам рассказывают о том что произошло при этом школьники посещают тот же Яд Вашем музей находящийся в кибуц героев гетто ежегодно десятки тысяч старшеклассников едут в восточную Европу где посещают мемориальные комплексы лагерей смерти чтобы своими глазами увидеть где это произошло но в Израиле не хотели бы чтобы у нашей молодежи доминирующим был комплекс жертв и чтобы они ассоциировали себя только с людьми лежащими в могилах расстрелянными стоящими за колючей проволокой именно поэтому в стране сохраняется память о героизме евреев которые сражались с фашизмом так документирована и сохранена память о восстаниях в гетто в частности например в Варшавском гетто где вооруженные повстанцы под руководством Мардыхая Анилевича смогли продержаться против немцев почти месяц в 43 году таких восстаний в гетто были десятки только на территории Советского Союза их было более 20 в Израиле так же как в России помнят о восстании в лагере Собибор под руководством Александра Печерского и Леона Фельдхендлера 14 октября 43 года и конечно мы сохраняем память о миллионе 400 тысяч евреев которые сражались в армиях стран антигитлеровской коалиции 90 тысячах партизан евреев которые сражались в разных странах многие из них были награждены высшими наградами своих стран медалями очень многие люди погибли так из числа полумиллиона евреев сражавшихся в рядах Красной Армии чуть менее 200 тысяч погибло пропало без вести или умерло от ран в этой войне сохраняется память о 35 тысячах солдат евреев которые сражались из Палестины которые сражались в рядах британской армии они сражались под Аль-Аламейном в Ливии и Египте в 44 году из них была сформирована единственная еврейская бригада численностью 5000 человек 668 из них погибли мы помним и о них в Израиле существует союз ветеранов Второй мировой войны борцов против нацизма и общество инвалидов еврейских солдат партизаны бойцов гетто которых объединены ветераны к сожалению сегодня их становится все меньше и меньше в конце 80-х начале 90-х годов прошлого века уже в Израиль из СССР и стран постсоветского пространства приехало более миллиона человек среди них было очень много ветеранов войны и естественно это дало новый толчок сохранению памяти во многих городах во многих местах где проживает компактно русскоязычные израильтяне были созданы музеи боевой славы выставки центры которые объединяли деятельность ветеранов помимо таких центров в стране существует два государственных музея Хайфский музей ветеранов Второй мировой войны и музей еврейского воина Второй мировой войны в Лоде последний музей еще формируется его коллекции еще формируются и так сказать он еще через некоторое время станет полным во многих городах Израиля установлены памятники героизму воинов в Великой Отечественной войне так например в Нейтане в 12-м году был открыт монумент победы Красной Армии над нацистской Германией а в 20-м году в Ярусалиме была открыта так называемая свеча памяти монумент в память о блокадном Ленинграде в 17-м году Кнесет принял специальный закон об установлении 9-го мая праздником победы каждый год 9-го мая в Иерусалиме Хайфе в других городах ветераны устраивают парад победы с ними идут их внуки правнуки к сожалению время берет свое и увы каждый год ветеранов становится все меньше и меньше я просмотрел свои записи 2010-го года в Израиле было более 13 тысяч ветеранов войны а по данным 17-го года уже 5 тысяч а сейчас наверняка еще меньше но память о них мы постараемся сохранить ведь это наша память за недостатком времени я намеренно ничего не хочу говорить об историографии войны над которой работают историки Израиля хотя и на эту тему за последние 30 лет сделано немало но об этом в следующий раз спасибо а сейчас я хотел бы попросить Юрия Юрьевича Иерусалимского выступить доктора исторических наук профессора заведующего кафедрой отечественной средневековой и новой истории ИСТФАК Ярославского государственного университета имени Демидова тема выступления геополитика СССР Японии и США в Азиатско-Тихоокеанском регионе во время Второй мировой войны и в послевоенные годы прошу Юрий Юрьевич спасибо я надеюсь меня хорошо слышно отлично наша конференция посвящена исторической памяти о Второй мировой войне историческая память включает в себя устное народное творчество художественное произведение воспоминания гигники исторические исследования и конечно историческая публицистика я полностью согласен с коллегами Сергеем Николаевичем Владимиром Евгеньевичем все это тоже относится к исторической памяти таким образом то чем мы сейчас занимаемся на нашей конференции это тоже вклад тоже кирпичик сохранения исторической памяти хочется поблагодарить фонд исторической перспективы общественную палату Российской Федерации за то что дали нам возможность высказаться на данной конференции значительную роль в формировании предпосылок причин особенно и в ходе действий Второй мировой войны и послевоенное время сыграли события произошедшие в Тихоокеанском регионе это конечно громадная территория тут я полностью согласен как говорила Анна что надо рассматривать 19-20 век все взаимосвязано и здесь если мы посмотрим биополитику России а потом СССР в Азианской Тихоокеанской регионе США Японии все это идет из 19 века все это при желании можно найти Семодский трактат и Петербургский договор и продажа Аляски США и так далее и тому подобное но время у нас предельно сжатое чтобы соблюдать регламент конечно рассмотрим события 39-го 61-го годов с учреждения деополитики СССР Соединенных Штатов Америки и Японии и остановимся на узловых датах что здесь приходит сразу на ум 1941 год 7 декабря Япония нападает на крупнейшую базу Тихоокеанского военно-морского флота США Перл-Харбор цель атаки японцев это уничтожение флота противника флот США был нейтрализован в результате оттатей на полгода это позволило Японии завоевать юго-восточную часть Тихоокеанского региона включая Гонконг Вирму Малайзию Сингапур Филиппины как будто бы получается первоначальный итоги нападения на Перл-Харбор привели к большим успехам вооруженных сил Японской империи однако нападение на Перл-Харбор случилось поводом для вступления США во Вторую мировую войну вот интересный факт что на заседании Конгресса посвященного объявлению войны президент США Кантлин Руссин прибыл на конфискованном у знаменитого гангстера Аль Капоне бронированном автомобиле поскольку своих бронированных машин в президентском гараже не оказалось и смотрим 1941-1945 год СССР и США союзники наладили транспортное сообщение через Берлингов пролив через него с помощью советского американского флота авиации направляются военные грузы продовольствия и дальше 1945 год 9 августа и по 2 сентября это советско-японская война сейчас напомню официальная дата окончания военных действий считается 3 сентября страны Советского Союза и вот что за война как откуда почему на Ялтинской и подзамской конференции СССР США и Великобритании было решено что спустя 2-3 месяца после окончания Великой Отечественной войны как разгромит коалиция союзников фашистскую Германию Советский Союз вступит в войну против милитаристской Японии и условия было оговорено на этих конференциях и Великобритании и подзаме в 1945 году что за это Советский Союз получает возвращает себе возвращает себе южную часть Сахалина и все острова Курильской гряды то есть тех территорий которые раньше принадлежали еще раз подчеркивать мы говорим по 19 век в 15 веке они принадлежали Российской империи выполняя союзнические обязательства СССР в точь оговоренный срок 9 августа 1045 года заметьте как раз не позднее трех месяцев после капитуляции фашистской Германии объявил войну Японии надо отметить что стараясь не допустить вступления Советского Союза в войну японский император предложил СССР без всякой войны вернуть Южный Сахалин и все Курильские острова пожалуйста без войны получайте только не вступайте в войну данное предложение было отвергнуто советским руководством и стоит отметить что со вступлением СССР в войну судьба Японии была предрешена и в то же время в тот же день бомбардировка вторая уже по счету ядерная американская авиация бомбит Нагасаки вот эта ядерная бомбардировка не имела никакой военной необходимости она была предназначена не для Японии боевой дух ее и так был сломлен уже в тот день когда СССР вступило в войну а для воздействия на геополитические амбиции Советского Союза об этом есть свидетельство и президента США Гарри Трумэна и об этом неоднократно заявлял Уинстон Черчилд однако своей цели устрашить Советский Союз американцы не добились сломив сопротивление противника СССР разбил отборную японскую фантомскую армию Манчурии занял Южный Сахалин высадил десант на Курильские острова готовилась высадка советских войск на японский остров Хоккайдо но от этого верховный главнокомандующий Сталин отказался 2 сентября 1645 года Япония писала акт о капитуляции по итогам войны СССР вернулся и южную часть острова Сахалина все Курильские острова казалось бы все вопрос закрыт нет в 1951 году между Японией США и частью стран гитлеровской коалиции был подписан Сан-Степанский мирный договор он прекратил состояние войны между подписавшими его сторонами СССР и ряд стран Восточной Европы отказались его подписать дело в том что в Сан-Франциско не пригласили делегацию КНР также в тексте договора не содержалось положение что Япония признает СССР суверенитет СССР над Южным Сахалином и Курильскими островами Вместе с тем если посмотрим даже подписанный Сан-Степанский договор Япония по нему отказывается от всех прав на Курильские острова и южную часть острова Сахалин и что мы вот говорим историческое память сейчас как обстоят дело все мы прекрасно знаем что Япония до сих пор несмотря на подписанные документы не признала предназначность малой Курильской гряды к Советскому Союзу а в настоящее время к Российской Федерации как правоприемница СССР до сих пор не подписан мирный договор по итогам Второй мировой войны между Россией как правоприемница СССР и Японией таким образом исторические итоги геополитических стремлений СССР США и Японии в 1935-1951 году в Тихотянском легионе продолжают оказывать существенное влияние на современные международные отношения и на отношения между нашими народами между народами Российской Федерации и Японским народом в сложных современных условиях Министерство иностранных дел Российской Федерации конечно следует развивать достижения предшественников и учесть их ошибки с тем чтобы не было повторения прогресса очищаться на дипломатии необходимо твердо отстаивать российские интересы в азиатско-никальянском регионе и опять играет активную роль США и Япония историческая память о Второй мировой войне требует от нашего МИДа от руководства нашей страны защищать дальневосточные рубежи России и работать с другими странами по выполнению взятых на себя международных обязательств вот известно что историческая память это и мы уже говорили устное народнотворчество это книги мемуары военачальника книги все мы наверное слышали а многие читали книгу генерал-полковника СССР Плиева через Гоби и Хинган и рассказывается об освобождении Маньчжурии северо-восточного Китая или снятый одноименный советский фильм также Голливуд все знают фильм Перл-Харбор и это тоже историческая память о событиях Второй мировой войны на Азиатско-Тихотянском регионе но я посмотрел программу конференции и об этом будут специальные доклады поэтому у меня все благодарю за внимание спасибо спасибо большое Юрий Юрьевич за очень интересное выступление коллеги есть вопросы может быть к Юрику или кто-то хочет что-то с ремаркой какой-то выступить нет тогда мы идем дальше у нас в программе осталось одно видео и одно выступление связанное по теме связанное с кинематографом ну как известно из всех искусств для нас важнейшим является кино и в плане сохранения и продвижения исторической памяти в том числе о войне кино играет конечно далеко не последнюю роль это выступление Григория Юрьевича Пернавского образ войны в современном российском кино и образ Второй мировой от фабрики Грюз Голливуд это выступление Питера Кузника профессора истории американского университета в Вашингтоне директора института ядерных исследований писателя сценариста в том числе фильма нерассказанная история Соединенных Штатов Григория Юрьевича 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 meaning for US-Russian relations today That is Hollywood's treatment of the atomic bombings of Japan my area of expertise But I discovered that even that would require hours In fact I've already spent 18 hours this semester with my students in my nuclear culture class talking about this topic So I decided to narrow it further and focus on Hollywood's first feature film about the atomic bombings which was an MGM feature made in 1946 and released in early 1947 It's now become an obscure film but it's a very important film at the time that MGM thought was going to be the most important movie they had ever made according to some of the studio executives It's called The Beginning or The End and it's important because as a first feature film it's going to cement some of the bomb related myths that are so crucial for the Cold War in the American mind It actually was initially proposed by scientists at Oak Ridge who were concerned not only about the atomic bombings but about the Cold War and the threat of war between the U.S. and the Soviet Union They wanted a film that was going to be very critical of the atomic bombings and the nuclear arms race That was their initial intention but as the film got going their idea got sabotaged Hollywood Hollywood rules at that point were that if you wanted to depict anybody who was actually alive at the time they would have to get that person's written permission almost everybody all the principal actors the scientists the politicians the military people they all gave permission a couple didn't Lisa Meitner and Niels Bohr didn't give permission Einstein and others were reluctant but they finally agreed but it was the military people who were the main obstacle and some of them insisted on getting paid to be depicted in the movie and the main culprit was Leslie Groves General Leslie Groves was the head of the Manhattan Project according to Henry Wallace Groves was an overt fascist Groves also maintained control over the America's nuclear arsenal after the war Groves who was the biggest defender of the atomic bombing wrote a secret memo in December of 1945 in which he said if it looks apparent that the Soviets are developing an atomic bomb we should launch a preemptive attack a nuclear attack against them and destroy their bomb making ability so this is the man who's not only going to be paid to be portrayed he's going to demand veto power over the script which he gets and so that's why the final product is so not only disappointing it's a complete lie from beginning to end so I want to talk about the myths that the film perpetuates first we have Franklin Roosevelt saying to his secretary this is in April of 1945 right before his death he says the Japanese are fanatics who quote will fight right down to the women and children rather than surrender American intelligence have been saying the opposite and the Japanese knew if they were defeated they would surrender then Roosevelt worries right before his death in April of 45 about Hitler getting an atomic bomb the US had known since late 1944 that the Germans were not developing the bomb that they abandoned their bomb project in 1942 to work on V1 and V2 rockets so again another lie then we have Roosevelt saying that he's going to tell Vice President Truman he's going to bring him in tell him the secret of the bomb project one of the amazing things about the war is that Truman who was in Vice President for 82 days before Roosevelt died was never informed that the United States was building an atomic bomb nobody had enough respect for Truman to even let him in on the fact that we were building an atomic bomb until after Roosevelt died Roosevelt never had any intention of telling Truman so FDR dies and Truman takes over and Truman now says to his press secretary Charlie Ross says that the bomb will save a year of war and I quote him he says a year less war will mean life for 300,000 maybe half a million of America's finest youth not only that but it will mean life for thousands of British of Russians of Chinese of Japanese men these were the decisive considerations in my consent and as press A Charlie says well of course you had no choice but to develop and drop the atomic bomb in real life Truman knew the bomb wasn't necessary he said he went to Potsdam to make sure that the Russians were coming in he has lunch with Stalin on July 17th he writes in his journal afterwards Stalin will be in the Jap war by August 15th Finney Japs when that occurs he writes home to his wife Bess the next day the Russians are coming in we'll end the year we'll end the war a year sooner now think of all the kids who won't be killed that's where the atomic bomb Truman knew there were two ways to get the Japanese to surrender without the Soviet invasion or without American invasion and without dropping an atomic bomb that was number one to change the surrender terms to keep the emperor number two to warn the Japanese that the Soviets are about to come in or wait for the Soviet invasion to begin but Truman wanted to use the atomic bomb so then they seen after that where the plane is getting ready to drop the bomb on Hiroshima and the co-pilot looks down and he says we've been dropping warning leaflets on them for about 10 days now that's 10 days more warning than they gave us at Pearl Harbor in reality the United States dropped no warning leaflets about the atomic bomb on Hiroshima that have prepared leaflets about the bomb to worn Nagasaki but we dropped the bomb on August 9th we dropped the leaflets on August 10th so we weren't showering them with leaflets for 10 days it's a myth that makes us look like good guys but that was not the truth at all there were two fictional characters in the film two main ones and one is the protagonist Matt Cochran he's a young handsome physicist who just got married and his newlywed wife is back in the States he doesn't know he does actually know she's pregnant but his knows she's pregnant and he was the one who kept throughout the movie voicing the biggest concerns about building an atomic bomb or using an atomic bomb and before when he's arming the device he's arming the bomb at Tinian the it starts to the nuclear reaction begins prematurely and so in order to avoid a detonation that's going to blow up the island of Tinian he reaches his hand in and sacrifice himself in order to stop the nuclear reaction so he gets a lethal dose of radiation he knows he's about to die and he says his last words are maybe that's what I get for helping to build this thing but before he dies in typical Hollywood fashion he writes a letter to his wife and his friend Jeff Nixon the other fictional character brings the letter back to Matt's young pregnant wife and they start reading it together in front of the Lincoln memorial of course where the scene the site where most great Hollywood movies have their important scenes and so she starts reading it out loud and it says this is Matt's last words to her she said he says from the first I had my doubts whether man could ever learn to use this terrifying force for good instead of evil the dark threats of future atomic war which could destroy civilization unless men learn to live together but Matt in his dying moments had an epiphany and he even though he was so opposed to the bomb now he realizes and he he actually appears on screen they brought him back from the dead they resuscitated him so that he can speak the final words of wisdom and he says God has not shown us a new way to destroy ourselves atomic energy is the hand he has extended to us to lift us from the ruins of war and lighten the burdens of peace he explains that atomic power will not be man's doom it will provide a new garden of Eden and unlimited abundance and he says for this is the timeless moment that gives us all a chance to prove that human beings are made in the image and likeness of God and so nuclear weapons are not the scourge of mankind they're the savior of mankind and that becomes the message that the United States is going to give when in all of our official justifications for dropping an atomic bomb that the Soviets knew better than anybody was not necessary to end the war physicist Leo Zillard who had strongly opposed use of the bomb and tried to mobilize the scientists to get Truman to stop the project that stopped the use of the bomb against Japan and then fought for nuclear abolition afterwards attended a special preview of the movie for the scientists and he was disgusted by the probe bomb propaganda and he commented he says if our sin as scientists was to make and use the atomic bomb then our punishment was to watch the movie the beginning or the end I think I'll leave it at that thank you so it's яркое выступление которое по-моему не стало менее ярким даже в отсутствии звука вот и совершенно неожиданно оно вот так продолжает выступление Юрия Юрьевича и корреспондирует с ним и теперь я с удовольствием предоставляю слово Григорию Юрьевичу Пернавскому главному редактору издательства Пятый Рим блогеру кинокритику темы выступления как я уже сказал образ войны в современном российском кино прошу вас здравствуйте дорогие друзья меня слышно скажите пожалуйста слышно я просто почти ничего не слышу с трансляцией поэтому беспокоюсь нет сейчас слышно хорошо отлично ну что тут сказать мое выступление будет не длинным и грустным дело в том что наш российский кинематограф за последние годы ну начиная с распада Советского Союза сделал в общем все чтобы дезавуировать то чего достиг советский кинематограф именно в плане отражения истории Великой Отечественной войны это печаль я не могу в общем точно понять почему так произошло но видимо это связано с тем что люди которые двигали наш кинематограф ну как известно в конце 80-х годов в кинематографе тоже случилась перестройка больших кинематографических начальников таких как Сергей Бондарчук Лев Кулиджанов и многие другие просто-напросто отставили фактически от работы фактически выбросили их из кинематографа и все что стало создаваться после их ухода у меня такое ощущение что это было таким вот противодействием официальному советскому кино которое надо сказать было в какие-то моменты предельно откровенным достаточно вспомнить фильмы которые были сняты в 60-е 70-е годы ну уж тем более в 80-е годы значит и вот было такое ощущение что просто-напросто все бросились в альтернативные источники и поскольку одновременно с уходом Советского Союза исчезла такая должность обязательная должность как исторический консультант ну и я уж молчу про цензуру которая тоже не давала нашим деятелям культуры выходить за какие-то определенные рамки поставленные государством то в общем на экраны полилось то что полилось 90-е годы практически незаметно прошли в плане кинематографа поскольку он у нас сначала развалился потом начал пересобираться и совершенно другие люди начали делать уже кино нежели те которые когда-то его у нас развивали и соответственно первые вот такие вот печальные ласточки появились скорее в начале нулевых годов причем несколько в течение нескольких лет кинематограф вообще отвернулся от темы Великой Отечественной войны на экране все снимали больше про бандитов или какие-то дурацкие комедии а потом появился фильм который породил даже не по надежду это фильм звезда ну фактически ремейк фильма 49-го года экранизация повести Мнуева Казакевича но надежда оказалась напрасной поскольку за этим последовали картины тут можно смешивать и телевизионные и киношные картины в частности телесериал Штрафбат который в общем показал что люди которые у нас создают кино они историю не хотят знать они ее не знают и в общем-то надежды совершенно никакой и Штрафбат породил массу продукции ему подобной но только еще хуже чем он был почему я именно говорю о Штрафбате потому что это идеальная история когда все возможные знания о войне переворачиваются с ног на голову и когда меня спросили однажды я делал подробный разбор этого сериала а что в нем вообще хоть как-то соответствует исторической действительности я ответил список штрафных подразделений Красной Армии который подводится в конце то есть на базе вот этого незнания на базе той макулатуры которая печаталась в перестройку на базе каких-то слухов один другого гажа кинодеятели создавали да и продолжают в общем создавать некую свою какую-то перевернутую картину которая не имеет вообще отношения к реальности но к сожалению даже вот этот унылый и ублюдочный наш кинематограф в своей массе его тоже смотрят люди и эти люди впитывают из кинематографа какие-то идеи и мысли точно так же как и они это делали и в советские времена кино это очень сложный инструмент и если в советские времена например через те же киноэпопии Юрия Озерова в частности через освобождение было вброшено несколько очень ядовитых исторических мифов как то взять Киев к 7 ноября как то я солдата на генерала не меняю и несколько других менее так сказать неприятных то новый кинематограф России он просто-напросто любую информацию которая вот поступала скажем так в головы наших кинодеятелей каким-то образом перелопачивал и выбрасывал на зрителей вот в качестве таких шедевров можно упомянуть ну Стравбат про который я уже говорил затем сериал Ленинград по ленинградской блокаде который в общем тоже не поддается никакой критике ну и было несколько произведений что называется в которых ну который просто-напросто никто не запомнил к большому счастью не вышел на экран в связи с тем что просто кончились спонсорские деньги фильм который делал Семен Аронович ну вообще-то это режиссер который в свое время потряс всех такими фильмами как Торпедоносцы и Противостояние сериалом о нацистском преступнике которого выводят советские органы вот но вероятно в тот момент всем напекло голову он в 90-е годы пытался снять фильм под названием Агнус Дея всякнец Божий о том как НКВД забрасывают в немецкий тыл девушку которая должна быть там предана и казнена немцами для того чтобы создать некий пропагандистский эффект от этого фильма остались только рабочие материалы но те кто их видели еще в 90-е годы при сообщении себе писали что это вообще за гранью добра и зла но этот фильм не был снят ну то есть видимо уже проведение просто-напросто вмешалось сначала кончились деньги потом умер Аронович вот но в какой-то момент в кинематографе начал наступать небольшой перелом который мы сейчас с вами наблюдаем хотя в общем в общем качество не улучшилось ни в кинематографическом плане ни в плане историко-идеологическом я сейчас не говорил о том что надо там или не надо хвалить советскую власть я говорил о том что просто набраны некие штампы трупами завалили кровавые комиссары кровавые особисты гонят несчастных солдатиков на убой то есть фильмы в основной массе которые выходят сейчас на экраны они очень похожи на те листовки которые немецкая пропаганда бросала на головы красноармейцев в годы войны но начали появляться фильмы ну во-первых это экранизация из которых я хочу отметить прежде всего фильм Дорога на Берлин по повести Мнула Казакевича двое в степи фильм этот прошел почти что незамеченным у него не было большой рекламы у него практически не было проката я его с ребенком смотрел вообще мы вдвоем в кинозале находились просто вдвоем экранизация получилась лучше чем фильм Анатолия Фреса который вышел в 60-е годы и фильм явно делали по принципу не навреди то есть во всяком случае это хорошая человеческая история те кто читал повесть или видел старый фильм сюжет они знают это история о дружбе людей которые не понимают язык друг друга и главное что эта история снята с хорошими историческими консультантами и ее можно показывать в общем детям и взрослым людям и они получат некое представление о том что происходило в те годы затем конечно нельзя не упомянуть фильм Брестская крепость который несмотря на многие трудности в общем сделали на очень достойном уровне и в этом году если скажем так не обращать внимание на некоторые недостатки создатели Брестской крепости снова подтвердили свой уровень они выпустили фильм Подольские курсанты который тоже в общем при определенных недостатках является хорошим и с точки зрения кино и с точки зрения сюжета ну по крайней мере эти фильмы не несут в себе желание там что-то вскрыть чему-то навредить что-то извратить потому что иногда вот как в фильме например о сволочи про который много кто знает который по моему глубокому убеждению сделан просто на деньги уголовного мира когда главными действующими лицами нашей победы выставляются профессиональные уголовники хоть и дети но мало того что там сама просто-напросто сюжетная коллизия высосана из пальца то есть по крайней мере сейчас наш кинематограф постепенно перестает делать какую-то вредоносную продукцию которая полностью противоречит историческим событиям о том что происходит с телефильмами я не знаю я их просто в какой-то момент перестал смотреть потому что эта телепродукция она типовая она похожа друг на друга и она не оставляет никакого следа в душе вот и к большому сожалению очень часто вместо того чтобы снимать действительно хорошие душевные фильмы о войне наши кинематографисты начинают делать комиксы вроде вот нелепого фильма Т-34 который к сожалению в нашей стране был популярен собрал огромную кассу но как-то не крути заканчивается он рукопожатием бывшего заключенного концлагеря и эсэсовца то бишь нацистского преступника вот что касается перспектив я к сожалению не знаю что сейчас в голове кинематографистов судя по всему время от времени они будут снимать хорошие фильмы просто потому что на хорошие фильмы уже появился запрос у населения но в целом и в общем по результатам общения с некоторыми из них я понимаю что историческая правда или какая-то реальность им неинтересна и снимать они хотят те истории которые крутятся у них в головах пока наверное все спасибо спасибо большое григорий юрьевич а у меня один вопрос скажите пожалуйста дорогой наш минкульт каким-то образом участвует проявляет себя в финансировании ну насколько мне известно ряд фильмов финансируются минкультом ряд фильмов проходят всякие вот эти питчинги когда государственные деньги в проектах появляются но например я не вижу совершенно никакого принципиального скажем так никакой принципиальной работы минкульта над тем чтобы фильмы были скажем так хороши настолько чтобы понравиться например мне извините я себя все-таки считаю кинозрителем ну то есть например на фильм 28 панфиловцев который во-первых отрабатывает ну скажем так давайте так скажу негодный исторический миф и во-вторых превращает зрелище войны хотя технически хорошо сделано но просто-напросто в ролик для компьютерной игры я бы например не дал ни копейки да но мы знаем что минкульт например этот фильм крайне поддержал хотя фильм опять же таки я об этом говорил и говорил фильм крайне вреден ну наверное какая-то работа проходит я к счастью или к сожалению к кинопроизводству отношения не имею поэтому кому там деньги дают кому там деньги не дают не знаю но с одной стороны с другой стороны тот же минкульт профинансировал тот же самый ту же самую дорогу на Берлин то есть я так понимаю что в общем в какой-то момент изучается качество в какой-то момент качество не изучается здесь судить очень сложно это в общем как погодное явление то есть никакого мнения по этому у меня нет спасибо коллеги есть еще какие-то вопросы или желание высказаться по поводу выступления Григория Юрьевича да Ханна пожалуйста ну я хочу вопрос один задать вам как знатоку кино ну конечно я оцениваю русское кино наверное с другой позиции но мне очень нравились фильмы в которых появлялся мотив православия священников роли церкви и так далее ну типа например фильм поп как вы оцениваете эту продукцию ну что касается фильм поп это если не ошибаюсь про русскую епархию да 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 ну дело в том что я атеист и меня религиозные мотивы не трогают никоим образом понятно я посмотрел этот фильм я в этом фильме увидел попытку оправдать коллаборационистов и мне в общем совершенно все равно был этот коллаборационист скажем так каким-то дух какой-то духовной персоной либо это был какой-то автор какой-то коллаборационистской газеты но именно с точки зрения скажем так духовной истории я не могу это обсуждать поскольку я атеист понятно спасибо спасибо еще вопросы нет ну что коллеги мы исчерпали программу нашей конференции есть желание у кого-то выступить в завершении что-то сказать да пожалуйста пожалуйста Николай Александрович Николай Александрович Стародымов военный писатель и журналист меня слышно 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 я просто хотел рассказать вот когда последним в завершении выступаешь то как-то хочется о каждом из выступавших раньше какие-то добрые слова сказать но я воздержусь потому что мы все-таки уже три часа работаем почти я хотел рассказать что в этом году издательство Веча которое уже Дмитрий выступал значит выпустило вот такую книгу вот Бессмертный полк отечественной литературы где значит ну я принимал участие в создании этой книги поэтому уж не сочтите извините что я немножко вроде как похвальбой занимаюсь значит здесь собраны биографии биографические справки почти по полутора сотням писателей фронтовиков Великой Отечественной войны у нас по официальным данным получается что полторы тысячи писателей фронтовиков принимало участие в годы войны это не считая тех которые начали писать уже после войны рассказывали о войне значит то есть здесь об одной о каждом из об одном из десяти человек только собрана информация так вот значит когда я создавал собирал материалы по этой книге я старался действовать по такому принципу я постарался представить чтобы это были и абсолютно обласканные советской властью люди и люди авторы которые потом перешли на позиции антисоветские и авторы которые были ну из республик национальных и те у которых судьба после войны сложилась и те которые оказались там за уголовные преступления потом до конца дней своих оказались за решеткой то есть я постарался дать срез насколько это удалось конечно это судить будет ну читателям но пытались мы вот это сделать такую книгу вот об этом я хотел сказать ну и еще один момент только это я хотел Ханне сказать что я буквально только что закончил книгу о Яне Виткевича это польский повстанец который был ну еще в начале 19 века который был членом подпольной организации антироссийской а потом стал выдающимся российским разведчиком и дипломатом и первым послом России в Афганистане спасибо спасибо Николай Александрович кто-то еще хотел бы что-то сказать да пожалуйста пожалуйста Владимир Николаевич да коллеги позволю себе тоже использовать служебное положение вот тоже прорекламировать я надеюсь хорошо видно да да так как бы так повернуть чтобы было видно название видно хорошо хорошо это сборник документов дело в том что в институте российской истории в архиве института хранится архив комиссии Минца она не очень известна но это очень известное это очень интересное было мероприятие по сбору скажем так личных свидетельств о войне начала начала на работу еще в сорок четвертом году и сорок четвертый сорок пятый сорок шестой вот они сотрудники комиссии сотрудники института собирали информацию опрашивали интервью вот такого плана информации вот именно в основном сотребляющих героев Советского Союза те кто получил это звание вот мы подготовили наш институт авторский коллектив в том числе я в нем участвовал вот еще раз покажу называется здесь кровью палит каждый метр это сборник рассказов участников освобождения Крыма Крымской операции сорок третьего сорок четвертого года вот вы можете оценить вот такой вот у него объем книга толстая хорошо изданная ну и вот некая дилемма тоже о чем я говорил книга издана но к сожалению это авторские экземпляры и сейчас мы думаем о том как запустить скажем так массовый тираж это очень интересное издание поскольку во многом здесь собраны что называется свидетельства людей которые скажем так не через некую призму скажем вот общеприятного описания войны рассказывали о том что с ними произошло а именно своим вот языком очень таким простонародным что называется зачастую бесхитростным языком и это очень интересно читать именно с точки зрения восприятия событий войны восприятия событий в том числе крымской операции которая имела особое значение для великой отечественной и для событий уже ее завершающего вот поэтому я просто хочу это прорекламировать возможно оно может быть в этом году может быть наверное уже скорее в следующем все-таки надеемся поступит на прилавки и вот хотел бы чтобы заинтересованные люди проявили интерес спасибо Владимир Николаевич спасибо да очень приятно слышать в том числе еще и потому что и Елена Анатольевна Бондарева и я в свое время были сотрудниками института истории СССР Академии наук и то что альма-матер наш вот сейчас издал такую замечательную продукцию это очень хорошая новость вот и я так понял что Елена Анатольевна отошла чтобы взять какую-то книгу и о ней рассказать да Лен я так понял правильно нет просто мы в этом году фонд исторической перспективы выпустили целый ряд книг уже переизданий и новых серий правда победы в том числе там несколько новых книг очень интересных основанных на воспоминаниях на биографиях малоизвестных людей тоже очень интересная продукция так что все вместе вносим да вот пожалуйста книга Алексея Тимофеева как русские научились воевать Леша долгое время брал интервью будучи еще работая в журнале слово потом сейчас уже долгое время будучи главным редактором интернет газеты столетия брал интервью у ветеранов великой отечественной войны причем в том числе людей как известных так и малоизвестных а потом на основе этого написал уже книгу с комментариями своими пропустив эти интервью через себя добавив ее какой-то исторической хроникой получилась очень необычная книга я когда она пришла из типографии открыл ее полистать и полтора часа честно говоря не мог оторваться просто от чтения тоже пользуюсь случаем чтобы прорекламировать книгу Алексея Тимофеева и ее порекомендовать коллеги если никто больше не хочет в заключении что-то сказать тогда позвольте мне выразить надежду я думаю что выражу сейчас общее мнение что несмотря не на на все технические сложности у нас сегодня состоялся очень интересный разговор были подняты действительно очень важные вопросы прозвучали в выступлениях и я думаю что вот теперь уже с помощью общественной палаты какие-то мысли призывы не останутся без внимания и нашими общими усилиями мы сможем реализовать те важные инициативы которые прозвучали сегодня в выступлениях всех участников конференции эти материалы естественно будут немного перемонтированы будут добавлены нормальные видео выступления записаны все это дело будет размещено как на нашем видеоканале на видеоканале и соответствующих интернет ресурсах общественной палаты мы планируем сделать публикацию в нашей интернет газете столетия и наряде других близких нам ресурсов так что я думаю что общественный эффект информационный эффект от нашей конференции несомненно будет а всем участникам конференции огромное спасибо за участие за терпение за снисходительное отношение к тем техническим неполадкам которые нас сегодня сопровождали еще раз огромное спасибо и всем всего доброго спасибо спасибо да спасибо благодарю за приглашение спасибо очень было приятно всех увидеть всего доброго до свидания до свидания